ой мне поставили этот самый логотип ты можешь открыть стрим ну щас открою приготовил мне ссылку куда-нибудь кИнь ссылку, я по ссылке перейду по телеграму MEEGEKTRA28 Просто куда-нибудь отправь. Ты реально не можешь просто написать в интернете twitch.tv slash Ivanov MP? Да, не могу. Но я могу. Ты это сделаешь быстрее, чем у меня. Я с телефона, ну ладно, как хочешь, как скажешь. Что тебе надо, я зашёл на твой стрим, у тебя ноль просмотр. Посмотри, что у меня наружу. У тебя X в плит. Да, это программа, которая мне заразмывает фон. А какого хрена она по центру моей рожи? Ну ты можешь камеру переместить в другой угол. Ну это позорно и отвратительно. Это, конечно, очень позорно, согласен. Ладно, я пошёл Silver смотреть. Так всё, я готов запускать. Мне запускать игру или как? Видимо запускать. Я смотрю Hearthstone Silver name. Так вот, а ещё знаешь, это самая бочка, кто такой? Ну, это наш лидер команды, добро пожаловать в Саратов. Да-да-да, вот мы с ним забились по соревновациям, вчера мы сразились на Global Round, помнишь, который я международный гроссмейстер стал? И он его написал лучше? Он его написал хуже. Так что я его вчера расслабил. Но при этом у нас было заранее запланировано соревнованиться не на вчера, а на сегодня именно. То есть мы на сцене планировали понять, кто сильнее сегодня. И сегодня мы тоже нашли контест. И, кстати, за него я не поехал на городскую Олимпиаду слушать. Большой чувак, я такой рофл тебе сейчас покажу. Ладно, дай договорю. Вот и сегодня бочка что-то меня трахнул. Он там решил, на 100 баллов больше там, из 2000 баллов он набрал на 100 баллов больше. Я тебе сейчас перешлю, как я узнал про то, что сегодня городская Олимпиада. Сколь безжалостно бывает слепая сила природы. Я это написал примерно в 10 часов там с небольшим. Если ты сказал с небольшим, можно было сказать погрубее. 10 часов с чем? С гехом. Да, с хехом. Вот я так узнал про то, что сегодня городская Олимпиада. Хоть и знака не делится, в тихий нет. И для этого надо его реально составлять из трех точечек. По-журбански. Из трех точечек и, видимо... И зачеркивание. Просто если просто сделать, допустим, VDOT и зачеркнуть с помощью нот, это будет отвратительный кал. Просто проблема в том, что обычно символы составляют американское математическое сообщество. А в американском математическом сообществе на символ не делятся через три точечки, клали, знаешь, какой болтяр гигантский? Ну там, видимо, палка и... А не палку, зачеркиваю. Это вот этот... Но NDIF у них есть. А вот, блин, три точки зачупраны, это надо всегда извращаться. Значит, что это гуглится? И непредвиденным катастрофам. Ну, наверное... Ну, мне было это не настолько важно. Вот, просто... Я узнал, что тебе писать бесполезно. Ты мне писать бесполезно? Я написал Дарус и чуть-чуть попался в ловушку. А почему мне писать бесполезно? Ну, ты спал, наверное, какое-то время. Я сегодня с двух часов до сейчас не спал. Я сначала готовил Олимпиаду, потом другими делами занимался. Мы должны найти союзников... Молодец. Я, блин, в онлайне был всё это время. Я не понимаю, как ты умудрился. Нет, это неправда. Я посмотрел, я увидел, что у тебя был последний онлайн достаточно давно к этому моменту. Это за сколько? Во сколько ты это делал? В десять утра? Я не помню. Это было где-то в десять... Тридцать, десять с чем-то. Я там просто на... Нет, видимо, ошибся. Я... А! Я был long time ago, потому что ты меня забанил, чувак. А... Я был просто на постоянничьих онлайн. Я постоянно общался с людьми, которые готовили эту гадкую Олимпиаду. Мы обсуждали то, как мы обосрались. Там постоянно вылезали новые вещи, которые сделаны плохо. Ну хорошо, хорошо. Мы их не делали условия, потому что, допустим, в одном... В одном из мест там человек гарантировал, что в первой группе тестов N чётное. И знаешь, какое в первой группе тестов N? Н чётное. Оно не чётное. Оно не чётное. А во второй наоборот. Обещали не чётное, а тут чётное. И нам участник, блин, пишет. Я чё-то проверил, у вас неправильная чётность. Я за вас получаю ВА. Как же участники вас терпели? Другой участник вообще заметил после конца контеста, короче, он засылает правильное решение, но оно у нас не заходит на сотку. Он ещё как-то пытается и смог получить сотку, добавив специально некоторую точно подмеченную ошибку. Я прочитал это, да. Я прочитал. А, вот. Ну, блин, это такой позор. Это отличная история чего. Если бы он ещё заметил во время контеста, мы бы исправили, но, блин, он заметил уже после. Это просто даже нельзя исправить. Он отыграл, скажем так, от интеллекта составляющих. Красава. А ты прикинь, а нам ещё надо как-то вот по-честному оценить баллами людей и выдасть, блин, дипломы. Как оценить с неправильной задачей? Блин, это такой капец, короче. Ты чё офнул, дурак? Ты, блин, очень долго меня приглашала. А, кстати, вообще, почему ты админ? Лучше давай я буду админ. А, мы вообще новую же создаём, правильно? Я новую создаю, да. Давай я создаю. Она маленькая, мне кажется, что тут не так важно. Ну, хорошо. Тут, в принципе, настройки не очень большие, не очень сложные. Можешь создать, я тебе командую. Слышишь меня? А, всё, я сейчас легко подключил изобили. Поселенец я снова буду? Ну, это не так важно. Тут важно, что ты сейчас не будешь на отдельном островке и мы будем находиться вместе. У нас будет... У нас будет... Я специально выбрал державу... Тебе я выбрал сильную державу, а себе выбрал державу рядом с тобой, и нас будет просто со всех сторон всякие азиаты разные подчалить. То есть, там будет бондач со всех сторон, так сказать. Знаешь, кто ты, чувак? Поселенец. Нет, ты Хук. Да, я Ач Ёти Чинь. Ты Вьетнам. Хук. Да, я готов, в принципе. Хук. А почему я написал пожилой черепахина? Или что это такое? Это костюм? Сейчас я пожилой черепахина. У меня дракон. Я китайец. Мы можем еще сделать психийное детство 4, чтобы нас сносило всякими тайфунами. Хочешь, чтобы тебя тайфунами сносило, нахуй? Да. Хочу, чтобы тебя сносило тайфунами. Нет, чувак. Конконг не пострадает. Я же понимаю, просто в итоге так будет, что у него постоянно бомбит. Ну да. Это примерно так и работает. Поэтому, возможно, лучше не надо, давай без тайфунов. Погнали. Нажми кнопку, готов? Поехали. Можешь почитать пока обилки своего героя и скажи, что ты из этого понимаешь. Ничего не понимаю. Культура, туризм. Культура и туризм. Нет, самое главное это твоя первая билка, самая вера в топ. Короче, мне задал балок сплит. Все, я его нахрен сейчас снесу. Это отвратительно. Ладно, пускай так уж будет видно мусор в моей комнате. Насерно. Нагажено. О, знаете, как я умею. По центру себя поставил. Так, значит, я удаляю это просто нафиг. Нафиг. Нагажено. Нагажено. Так, теперь надо add source. Насерно. Видео. Викам. Ну какой я гигантский. А, я, кстати, сейчас буду закрывать камеру. Вот сюда поставлю, прямо над картой. Ничего нефига вам смотреть. Ой, не карту, а комнату. Так, все, я проставился. Надо поселиться, да? Смотри, я еще не загрузился. Чувак, если бы ты знал. Почитай свои обилки пока, чувак. Черт, у тебя не самый фривиальный герой. Он сильный, но он сложнее, чем твой прошлый герой. Знаешь, как в доте? Там есть легкие герои, типа, куч. Есть сложные герои, типа, не знаю. Я других героев не знаю из доты. Я думал, что снайпер просто герой, просто стреляет. Снайпер? Нет, снайпер же наверняка саппорта. Саппорт, это сложно. Надо помогать команде. А Путч, он танк. Танк. Потал. Он просто идет и хукает. Это я тоже знаю. Я помню, когда играл в World of Warcraft, в эти самые, в рейды. Там же, типа, у каждого героя своя роль. Вот там, в том числе, был танк. А я был не танк, я был наносителем урона. То есть, моя задача, это как можно сильнее побить чуваков. Но я, в основном, бежал первым в бой, поэтому я был, типа, как танк. Из-за этого очень сильно меня ругали, что какие-то там проклятия из-за меня там у них вылетали. Врагов. И они, в итоге, голосовали за то, что меня выгнать и меня банили. Это справедливо, по-твоему? Надо поискать в интернете штуку, которая будет мне фон за бесплатно стирать. Блин, мне не грузится, Макс. Что делать? Почитай, почитай биллы своего героя. Ты умеешь расчитать обилки? Да. Почитай. Хорошо. Тебя, короче, рассказываю. У тебя герой, он гук, и поэтому гук должен петаться на деревьях. Если ты начинаешь юнитом ход с клетки с деревьями, то ты... Я вижу, еще оттуда более сильный бой. Да. На своей территории, если ты это делаешь, то ты вообще супер мощный. Потому что у тебя очень хорошо защищается герой, если стоит в лесу. Вот. Если что, плюс 10 боевой мощи, это очень много. О, мы кстати терялись с тобой рядом. Здорово. Что, Макс? Что, Макс? Мы с тобой рядом, говорю. Вик, ты... Блин, пожалуйста. Блин, пожалуйста. Но у тебя если что есть... Будь то, у тебя есть... Включи... Включи наушники. Котина. Ну, блин. Журбина. Да нахуй наушники. Ну, я с себя слышу. А значит и подписчики слышат меня два раза. Ты хочешь, чтобы мои подписчики страдали? Согласен. Или некачественный контент. С подписчиками как-то неудобно получает. Вот. Короче... Вообще могу вот, Сандре, там где я нахожусь, наверное, я могу прям сюда жахнуть. Вроде бы здесь вокруг есть редкие ресурсы. Рис. Ну, у тебя рядом есть отличное чудо света. Вот. Справа бухта Калл? Да, да, да. То есть лучше справа от нее встать? Или может... Ну, сейчас. Я думаю. Тут, понимаешь, короче... Может, ты следовать и спуститься вниз? Нет. Я думаю, что там, где ты стоишь, вообще нормально жить, да. Может, прям здесь вставить. Ну, воина может идти куда-то. Лучше, наверное, не в мою сторону, потому что между нами никого нет. Вот. Но учти, что у тебя рядом враги, и они очень хотят твою попку. Понимаешь, о чем я? Ммм... Попку? Попку. Попка. Они очень хотят твою попку. Так, каждый лагерь подключил. Надо произвести еще поселенцев? А, я не могу. Нет, ты не можешь покатывать один житель. Вот. Ну, ты можешь строить каких-нибудь строителей, в принципе. Можешь строить боевых юнитов, но тут учти, тут нам... Я советую разведчиков и прачников почему-то. Ну... А еще монумент. Но монумент, наверное, все-таки попозже строителей. Ну, смотри. Строитель... У тебя просто строитель прямо сейчас может... Ты, во-первых, обязательно... Станулся жахнуть. Обязательно исследуешь животноводство. И можешь, в принципе, действительно с животноводством вместе исследовать строителя. Вот. Вот я, наверное, так и буду делать. То есть я начну именно со строителя. Вот. У тебя еще, скорее всего, губернаторский титул есть, правильно? Не торопись. Сначала исследование. Что? Сначала исследование. Ну, еще раз поставь, что хочешь. Это... Ну, пробуй сам. Ты, типа, смешной, типа, такой, да, смешной. Ну, ты хочешь, чтобы я за тебя, что ли, играл в акс? Ты, блин, этот... Да, надо губернаторский титул, но, видимо, опять... Ну, губернаторский титул сажай индуса в город. Да, индус нормальный. Ну, вот. Смотри. Территориально справа от нас, скорее всего, будет какая-нибудь Корея. Может быть, японец. Лево будут индусы. А почему в верхней... В верхней части, там, где наши два героев, обозначаются? Нету врагов. А у нас это разница. Потому что мы их еще не встретили. А-а-а. Они не появятся, если мы их встретим. То есть ты, типа, умный, да? Типа... Типа интеллектуал такой, да? Я бидла. Ну, то-то же. Вот. Кто-то же. Жи. Вот. Скорее всего... Вот туда, куда ты идешь... Тебе выгодно на болото наступить, потому что болото, по-моему, у тебя тоже работает так же, как и... Работает, но я не могу наступить на болото. Ну, тогда пофиг. Тогда на следующий ход не наступай, лучше четыре шага... Пофиг. Да, пофиг. Понял, типа? Ничего не понял, но... О, ты нашел деревню. Красава. Я ее не захвачу. Ну, возможно, да. Здесь твои скиллухи? Ну, ты можешь ее пропустить. Ты вообще любишь пропускать деревню. Так, поэтому встретили в Ван Комик. А он не будет со мной воевать? А, он будет. Нет, это ГГшка, но если ты не нападешь, то не будет с тобой воевать. Если не нападешь... Ну, в начале игры, вроде бы, очевидно, что выгодно воевать и всех... Ну да, когда у тебя один боевой юнит, действительно воевать очень выгодно. А еще, если что, у города есть ноль клеток, с которого ты можешь к нему подойти, как видишь... Я ее пока не вижу. Ну, еще раз, у Гонконга ноль клеток, с которых ты можешь к нему подойти. А, в смысле, болото? Тогда это... Нет, у него просто все клетки вокруг вода. А ты плавать еще не умеешь. А, ну вот, нашел Гонконга. Ну да, штурм будет не очень. Ну, штурм такой, да. Рабочий. То есть, в ближайшие н ходов, максимум, что ты можешь сделать, это посадить одного лучника и чисто обстреливать город с тех... А они на меня нападут. Это разведчик, а заведчик не нападает. А разведчику можно вломить. Разведчику нужно ловить, потому что, если он найдет твой город, он... И расскажет об этом большим дядям, а у больших дядей большие письки, и они эти большие письки суют тебя в задницу. Ну, ты сейчас как-то грубанул немного. Я рэпанул, вообще-то не грубанул. Рэп. Ну, понятно, ты типа такой псевдоинтеллектуал. Я бидва. Да я понял, что ты бидва. Бидва. Группа такая есть. Бидва. Мне кажется, это что я... Участие к ней немножко не этой группы, а участик где другая первая буква. Падва. И да. Кстати, что скоро тебя найдет твой дорогой друг? Ну, ты за ним вроде гоняешься. Ты можешь за ним, в принципе, не гоняться, забей. Лучше найди его лагерь и трахни его, потому что его лагерь примерно где-то справа сверху, раз он прибежал. Просто если ты будешь за ним гнаться, ты его как раз загонишь ровно на мою территорию. Чувак. Ну вот, разбирайся. Не повезло, да, мне. Ну не повезло, так не повезло. О, у тебя нашелся твой... У тебя нашелся другой. Да я вижу, я вижу, прям. Спасибо. Спасибо. Я созерцаю, наблюдаю это. Показать. Короче, я предлагаю его натолкнуть прямо на твое место, потому что все равно... Нет, два лагеря нашло. Не надо. Спасибо. Да нет, не важно. Просто пока он будет бежать назад и сообщать, я его как раз и перехвачу. Угу. Типа я умный. Ну такое. Мув такой, знаешь себе, жиденький, я бы сказал. Жиденький, я бы сказал. Жиденький, подливый. Ээээ. Ну так. Ну любитель. У меня... Советует несколько улучшений, а именно ферма. Нет, ферму на Рисе строить нормально. То есть у тебя сейчас есть... Тебе надо построить на Олене лагерь. И на Рисе ферму. Ты интеллектуал, я и так понимаю, что на Олене... Я бидва. Я не интеллектуал, чувак. Я бидва. Миша, зачем ты исследуешь что-то строителем? Ты чего тупой? Ну, мне его выдали, блин, чувак. Я не виноват, что я бы подобрал в деревне строитель. Ой, я нашел деревню, но я её не буду забирать. Согласен. Оставь ему строителю, он как раз бежит. Отличный ход, Миша, не забирая деревню. Я через... Блин, он идёт на перехват. Я через четыре хода... Ну, ладно. Ладно. Окей. Это, типа, интеллектуал такой, да? Да, да. Ты пришёл, что ли? Да, типа, интеллектуал. Я, да. Ну, типа, такой юморист, типа, там, ну смешно. Да, да. Это прикольно. Откуда у этого строителя? Мне будет очень больно, если меня варвары начнут побежать. Чего строителя? А ты зачем второго строителя построил? А, или ты в деревне его нашёл? Видимо, в деревне. Хорош. Так себе сейчас нафиг не нужно. Ладно, сейчас попытаюсь догнаться за этим. Забей. Нет. Ну, ты его не догонишь. У него, если что, ход 3, а у тебя ход 2. Ну, я просто построю себе воинов, чтобы оборонять город. Я буду оборонять. Нет, я просто... Я, конечно, человеком бог не могу найти. Если у нас не будет атомка. Чё ты думаешь, предпять боевой мощи, или лучше удвоенный опыт для винтов разведки? Я вообще не использую винтов разведки, так что... Да, у меня одна мой винт для разведки, конечно. Ну, смотри, нет. Подожди. Может быть, мне достанется деревня, которая даёт мне разведчика. Что тогда мне делать в такой ситуации? Знаешь, что говорят киберспортсмены, чувак, в такой ситуации? Пацаны говорят, что ты отыгрываешь от какого-то говна. Что ты отыгрываешь от какого-то говна, чувак. Вить. Не надо так сильно грубить на стриме. Я не грублю вроде. Надо так говорить очень политкорректно, типа. Ну, вот, отыгрываешь от невероятной ситуации, или не очень вероятной. Нотивайся, что оффнуло. Чего? Тебя? То есть, у ады? Да. У меня уж такое было, если что, после этого она начинает вылетать постоянно. Значит, я буду админом, давай. Ну, можно попробовать, но если мне насчёт выхидывать каждый ход, это будет позорно. Я не знаю, почему так делают. Вернись. Вернись в игру, иначе я сохранить не смогу, чтобы мы были опытом в игре. Нет. Нет. Ещё раз. Я надо не завершать ход. Подожди меня. И, по идее, ты сейчас становишься админом, поэтому ты меня можешь пригласить в игру. Сейчас я её вырублю. Господи, 2К лаунчер. Реально, просто тупо 2К. Да. Смотри, ты можешь меня прямо сейчас пригласить в игру? Если ты нажмёшь shift-tap, то есть ты, по идее, сейчас главный на сервере. Я нажмёшь админ. Да. Если ты нажмёшь shift-tap и выберешь в друзья мой ник, там можно нажать правой кнопкой... Зачем ты мне звонишь, дурак? Ты можешь... Короче, там можно правой кнопкой нажать на ник, либо не правой, а левой и выбрать... Да, молодец. Умница, Макс. Ты получаешь повышение до Максима. Я... Я хочу быть этим самым... Генерал Максидом. Вот так я хочу. Ок. Генерал Максидом. Как это называется? Я тебе потом обязательно покажу на стриме, как тебя отлично слышат, будешь знать, что ты сейчас сказал, и услышалось два пука из-под подушки. Янский подписчиков он убивает. Кстати, у меня Viewers1, то есть кто-то смотрит. Я зачитал рэп для подписчиков. О, давай, кстати, раз уж у нас есть благодарный подписчик, сообщи бы ему, какой у меня сейчас балл на Яндекс.Такси. Давай. Можешь показать в камеру. Возможно, этот подписчик я... Ничего не обновилось. Я вроде вышел из этого... Из... Со стрима, но, может, и не вышел. Может, я просто звук пофну. Так что, возможно, твой благодарный подписчик это неблагодарный миглюк. Видно что-то? Нет, не видно. Короче, 4.56. Да я видел, я видел. А-а-а-а... Чувак, я благодарный подписчик твоего канала. А ты играешь уже, ты вернулся? А, ты сейчас заходишь, типа... Я подключаю, ну, сейчас я... Короче, я вот сейчас подгружаюсь. Я, между прочим, ставлю лайки, если хорошие годноты от Макса, и постоянно камень еще. Так что, я благодарный подписчик. Ну, в теории, конечно, это здорово, но на практике... На практике Ютурик сегодня был подготовлен-то. Так, всего. То есть, в теории-то он был подготовлен? Задачи хорошие, но реализация подкачала. Да, Витя, по-чинению... Так что надо, я могу наушники надеть. Я первый, наушники, во-вторых, я себя... Ну, ладно, я себя слышу. Во-вторых, иногда у тебя просто звук... Звучит... Типа, какие-то звуки, как... Ну, как у Гошана, ты, наверное, знаешь, как Гошан звучит. И больше чувствует лук, много сдают мультип mai. Так, я хочу снимать. У prison номер пять за час. Я приобр Довольны? 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 О, сейчас такой звук был неожиданно и приятно. Довольны? Довели. Витёк, да ты прям этот самый диктор. Я мемолот. Кстати, у меня интересный микрофон в наушниках находится, так ты меня тоже нормально слышишь? Ты же самый пожилой левитан теперь, я просто... У тебя вряд ли... Ты меня сейчас нормально слышишь? Я тебя хорошо слышу, да. Отлично. То есть я могу пойти посрать, в принципе. Могу, в принципе, пойти посрать суд. Так, по сути, если ты сейчас скажешь что-то не политкорректное, то всё будет зафиксировано, чётко слышно. А я пойду на суд твича. Скажем так, если бы я, если бы я был американским подростком и играл в какие-нибудь игрушки, то в дискорде я бы выбрал себе никнейм. Меня бы знаешь, как звали? Давай рискнём. Меня бы звали Nat... Ну, вернее, Nate, если быть правильным. Nate Higgers. Меня бы звали Nate Higgers. Нет. Только нет. Nate Higgers. Да. Я был Nate Higgers. Понял. Понял. Нак. Ладно, следующий ход. Да блин, ты подключишься когда-нибудь? Ну, я подключаюсь, чувак. А прикинь, если окажется, что подключение невозможно. Я имею в виду, что просто ты будешь отрубаться каждые энд секунды. Ну, тогда придётся оффнуть и заново начать с твоим админством сразу. Произошла сложность поселенец. Молодец, чувак. Сложность поселенец вообще, если что, сейчас ничего не делает. Сложность поселенец, но я это только на компу. Я подключился. Но они будут со мной вести себя по-человечески. Так ты там играешь? Я подключился. Ну, в смысле? У тебя до сих пор чувак сверху. А, комп за тебя, что ли, походил или что? Возможно. Он, кстати, выбрал абсолютно омерзительные... А он сербу построил. Он выбрал омерзительные курсы, и я недоволен этим событием. Вовремя, так сказать, игра вылетела. Так, давай я сохранюсь. А, или уже сейчас пофиг. Да, это бессмысленно. Ну, погнали. Да, пофиг. Если меня начнет выкидывать, то придется просто новую начать сразу с твоим админством. Ну, я админ хороший. Кстати, компы нашли нас. Здорово. Они будут воевать? Это все враги на нашей карте, всего шесть. Советую мне новых поселенцев строить теперь? Ну, да, да, да. Если у тебя город размера два, то можешь строить новых поселенцев, действительно. Что такое город размера два? Два это довольство или два жилья? Два это количество жителей. Отличный город. У меня, блин, строителей больше, чем жителей. Ладно, столько же. А вот Корея догадалась. Все от разведчика. Ну, Корея вообще гений, чувак. Ну, по статистике меня либо сейчас кикнет, либо не кикнет. Опа, деревня. Хорошо. Кстати, меня похоже не кикнуло. Это очень хорошо. Хорошо. о нет я ускорил международную торговлю красава я сказал что я сделал я ускорил международную торговлю о нет я тупой я мог походить о нет о но у но у моей черн коллекция сон моя коллекция ходов кстати в игре можно сделать так чтобы ход был ограничен по времени и тогда у тебя не получится гашан порвется вот как раз гашан мне снизу нашли разведчики варвары ой упс ну это такой упс они еще могут не строители убить просто они видишь над ними не вне возник вопросом сказать мой знак а или может подожди или у тебя возник ты же их видишь над ними появился знак появился ну все значит они не тронут в их строителей но они побегут и доложат про тебя в лагерь потом будет бандич бандич с с именно так а вот сейчас подрубился правильно произнес сделал райт версию слова так ну да и с да а с корейский чел просто сейчас так то валяет твоему не фигу 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 ну если что я рекомендую строить исследовать стены и строить их а вот как мы заговорили а стены полезны тебе стены точно полезны чувак 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 чел чел без челик челобоба членский 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 это уже на грани оба еще чуть-чуть и придется применять штрафные санкции сагул асин блин блин еще один клан дурачков пришел это мои нет там варварские разведчики это я есть и тьмы есть эти из и и А таран купить? Чего? Сделать таран. Таран? Да, таран. Ты уже можешь делать таран? А, ты стены изучил. Нет, таран тебе нужен, если ты собираешься в войну идти на кого? Я с варварами собираюсь, да. Ну, варваров нет городов. Таран нужен для города со стенами, чтобы штурмовать. Смотри, слева от тебя находится индус. За ним надо следить, потому что он не любит соседей. У него, короче, скажем так, некоторая предосположенность к фистингу соседей. Понимаешь, о чём я? Миша. Я-то понимаю. О чём я говорю? А зрители твои понимают? Часа можешь объяснить, почему моей прошлой расе выгодно было около речек? Потому что около речек у тебя плюс три базового жилья. Базовое жильё два. То есть у тебя город вмещает два человека максимум. Рядом, где у тебя максимум пять человек, рядом с морем... Три. Вот. Ну, смотри, я бы следующий город, но вот где-то... Ресу просто построить. Тебе желательно жить рядом с джунглями... А почему у меня и тут рядом с рекой хочется? Ну, в смысле? Почему он у меня сделает стрелочки зелё... Ой, зелёные клеточки я сделаю рядом с рекой? Ещё раз. У тебя... Потому что река даёт жильё. Даже если я не племенной чувак? Это всегда так. Это у всех. У всех. Ладно. Вот, если что, у меня... В таком случае, я бы хотел слева, но вот как ты пришла Мендус, он не будет рад меня видеть. Нет, это как раз нормально. Лучше, чтобы Индус не был рад видеть твой второй город, а не столицу, скажем так. Ну, короче, тебе нужно построить. Ты можешь попробовать вниз пожить к варварам. Вот где варвары, туда можешь попробовать пожить. У меня сейчас будут некоторые troubles with Korea. Понимаешь? Да. В общем, у меня немножко... Как это сказать? Помягче. В общем, сделают боу-боу. Тебе надо жить там, где много лесов вокруг, потому что леса для тебя источник всего хорошего. Источник жизни. Ну, практически. Короче, леса очень полезны для тебя. Типа жить на голые равнине, пусть окруженные ресурсами, хуже, чем в сплошных лесах без ресурсов. Ты просто, если что, ни один район не сможешь построить, тебе районы можно строить только в лесу. Ну, если тебе нечего строить в столице, я рекомендую строить стены. Ну, это тупое решение, но, конечно, ты сам волен выбирать. Ну, примерно так, ты правда. Нет, прачник тебе на будущее пригодится. Ну, хотя, в целом, и стены, и прачник тебе нужны не прямо сейчас, так что нормально. И то, и другое нужно как танку третья гусеница. Нет, танк третья гусеница не помешает. Ну, и мне прачник не помешает. Ну, хорошо. Значит, строй его. Вот, по-моему, тут отличный город, вот на клеточке выше. А, он сюда нельзя поставить, к сожалению. Нельзя сотворить здесь. Короче, лучше построить город так, чтобы ты... Короче, индус был за рекой от этого города. Я могу осудить. Я могу вообще испортить отношения с Кореей, сказать, приветствую вас, боюсь, мне нет времени на разговоры. Да. Или лучше повредиться, чтобы большая часть познакомиться. Ну, давай так, Корея все равно меня осудила, и Корея на меня будет все равно нападать, так что... Ну, а я с ней помирюсь. Пускай она с тобой берется, а не со мной. Мне вообще похрен. Мы, к сожалению, с тобой в одной команде, поэтому... А, я на команде. Кам, Анди. То есть, надо, можно ее, так сказать, пересинговать чуть-чуть. Так, чуть-чуть поддеть. Да можешь, шо, 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 шо. Она все равно нападет на меня, потому что я ближе, какая разница? Что ты там делаешь? Я общаюсь... С компами? Лучшие соседи, это дальние соседи, а... Да, да, а ты не совсем дальний сосед, скажем так. У нее даже нельзя сказать, типа, что осуждаем, а сказать только до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Пока, чувак. Хорошо поболтали. Думаешь, ты еще раз, что слева хорошее место будет? Еще раз, не понял вопрос. Слева от моих текущих поселенцев сейчас хорошее место будет? Тебе надо построить город так, чтобы у тебя индус заходился за рекой от тебя. Потому что тогда ему будет сложнее штурмовать твой город. Вот, если ты построишь... Но если надо построить на три клетки выше? Нет. Да. На три клетки выше... Еще раз. Тут карта большая. Лучше строить города подальше друг от друга. Не совсем не обязательно строить... Три клетки выше, в смысле, три клетки вверх-влево. Там еще ресурсов много. И чай рядом. Ну, тогда лучше прямо на камне не построить. Потому что, видишь... Где я уничтожу камень? Это не важно. Как видишь, камень такие же статы имеет, как и лес. Так что ты... Что уничтожишь лес, что уничтожишь камень, но для тебя лес гораздо... Да я не вижу... А, ладно. Для тебя лес гораздо полезнее, чем... ЛЕС. Сейчас, погодите. Упс, ну, немножко. В этом слое. Ээээ. Когда я вижу, я тебя вообще не слышу. Я вижу? Да. Иногда. Я расстроил сейчас. Осуждаю. Ну, блин, пидорас. Ну, что ж... О, ноу! Ладно, хорошо, что ты громко крикал по крокочеку, и никто не услышал это. Можешь считать, что вообще не было слышно, но было слышно, блин, просто... Идеально. Не благодари за то, что подключил отличный звук. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Ах. Хорошо. Патролил быдло, и можно ложиться спать. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Патролил быдло. Бидва. Ну, если что, твой индус не может даже с лагерем у себя на границе справиться, так что, возможно, не очень хорошо. Похоже, индус не так уж и долго проживет. Не, ну... Скажем так, возможно, у него есть какая-то тактика просто. Ну, или стратегия. Ну, или стратегия. Вообще, если бы ты не был своим ацтеком, тебе бы, конечно, лучше было построить город на клеточке слева выше от камня. Но, так как ты ацтек, вернее, гук, то лучше прямо на камню. Ну, и плюс там... А почему нельзя слева выше камня? Потому что там нет террельных... Ну, что ЭК не с той стороны будет. Ему, наоборот, удобно будет на тебя нападать. А мне будет неудобно, что, сбегать, что ли, от него или что? Ну, еще раз. Тебе просто будет неудобно. А как там дело ставить в очередь? С шифтом зажимаете? Нет. Ставить производство в очередь или что ты хочешь? С дерева социальных институтов ставить в очередь. А, нет, нет, нет. Просто ты тыкаешь. Ты можешь тыкнуть на какой-нибудь социальный институт. Ты че дурачок. Надо просто шифт сжимать, и он реально ставит их в очередь. Ну, хорошо. Ты можешь просто тыкнуть на любой социальный институт где-то далеко, и он просто будет изучать в каком-то порядке все, что необходимо для него. Вопросы есть? Вот это знаешь, ты типа умный? Нет, я бидва. Я к тебе сейчас положу в торговый путь, так что ты извинишься, хорошо? Тут и оно. Я обнаружил японца. Японский городовой. Скромный поседователь Бусидо, но... Я сейчас тебе бусидну. Кстати, если что, тебя еще один варвар нашел. Поздравляю. У вас завелись, так сказать, варвары. Да он не будет меня трогать, и меня сложно посерединиться. Интересное положение. У меня уже один чувак просто пробежал на меня и просто на пихренах ушел. Нет, еще раз. Варвары тебя не трогают, они просто рассказывают всем... Нет, посерединиться. Рассветчику просто было пофиг. Еще раз, он просто скоро от того места, откуда он пришел, на тебя попрет такая толпа... Что ты пожалеешь, что на свет родился. Вот видишь, смотри слева от меня, видишь? Вот видишь, что разведчик привел к моему городу. Ну, немножко дурачков-то пришел. Ну вот, но у тебя тоже самое придет снизу, если что. Ну и скоро, видимо, справа сверху тоже придет, потому что тут одинокий волк из клана Горящая Ветвь. Тоже ты обнаружил. Я пожиловал чара. Одинокий пожилой волчара. Видно, все логично, что в Китае полночая. Он заставляет задуматься. М-Айзинг. Кстати, плохо, что ты построил город не так, что у нас есть. Ай. Блин, меня бьют, обижают. Ну что? Видишь, что они делают? Они просто еще и воина заодно привели. То есть, короче, с этим надо быть очень осторожным. А еще, скорее всего, сейчас мой прачник просто умрет, потому что я оставил целое одно хп вражескому дурочку. Это честно. Максимально честно. А когда вам стоит купить лучника? А ты его построить вручную не можешь? Построить лучника? Так у меня не наука не такая крутая. Для этого не нужна наука. Еще раз, деньги лучше уберечь на что-то реально важное. Ну, купить лучника, чтобы навалять. Навалять. Ну, сейчас, кстати, наваляют мне. Видишь, что со мной сейчас произойдет? Мой воин умрет. Ну вот, воин, которого ты видишь слева, он умрет. А-а-а-а! Блин, чувак, ну я тебе должен 2 гривны, получается. Ты официально спас моего воина. от позорной смерти блящи тупо я борюсь с ним не из леса но в лес за начал нужно наступить еще раз это уже нюанс как говорится просто для того чтобы наступить в лес и обычно приходится потратить ход сильнее бы его бить нормально там тебе фистит да я убегу хорошо спасибо брат что прикрыл ты можешь апнуться или нет доступно повышение да лучше апнуться рыжий лэпл а но блины что есть у тебя есть гривны да ты можешь лучника купить в лагере ты гения я про это спрашивал стоит ли купить лучников лагеря это ты гений блин они я гений чувак я не знал что блин уже умеет знаешь настолько нюансы игры так что извиняйся это еще даже измениться ну конечно карчик купить лучника давай логично потому что из кланов выгодно покупать ну лучше купи если что лучника в левом клане а не в тревистнике да 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 вы просто у меня в верхнем который над сианем над моим городом добрался так низко ты чё дурак ну я между прочим индуса нашел они ты короче купил ученика потому что он вроде может сразу ходить и ты можешь сразу шмальнуть по войну например сразу навалять дурачку просто по полные штану ты понял он еще и находится в этом в гугском лесу короче сверху тоже есть как его лагерь с лучниками но правда там скорее всего тебя в столицу дадут лучше про мне время дали этого лучника не не навсегда навсегда видишь что со мной сейчас происходит с моей столицей чувак понимаешь что сейчас со мной произойдет сейчас а что он идет в столице что что прочим я сейчас трахнут дай мне денег пожалуйста пять монет мне сейчас просто износили лучше даже не 5 вот столько давай давай чувак если ты не дашь эти деньги меня просто износилует я тебе верну потом мне 13 золота захватывал но 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 давай давай чем дай мне бабок они тесно сейчас не нужны а меня износилует красава так сказать за скамил мамонта блин чё я все все деньги отдал стоили да нормально еще раз это правильный ход я правда тебе их верну потом просто мне сейчас они очень нужны так а а я не могу ничего сделать то есть не могу что-то сделать блин орошение 5 нет орошения орошением ты знаешь где находится решение знаешь что и следует мой нет это не никак не зависит от того интеллекта чувак ну хорошо короче орошение после письменности я знаю я удивила что для орошения нужно горное дело обязательно почему она требуется там же полуфтирная линия позволяйте через горчарное дело разве нет еще раз же прошли нужно горное дело для того чтобы изучить орошение нужно письменность правильно нет нужна письменность каменная кладка и стрельба из лука ну ты видишь сколько в нее стрелочек в ходе нет а там ни одна не никак там они все наложено таргушет за а до с что так будешь ходить или нет капец все петельно через задницу ой через жопу ой сейчас было уже это уже было вот я видишь не доиграл с варварами поэтому мне немножко износили сейчас просто игра закончится да ну скорее все нет я дефаюсь но если бы такая же ситуация случилась с тобой я думаю чтобы закончилась бы чтобы вы начали новую котейку то так ты же справишься с этим лучником лачником ну кореец просто сейчас будет меня обижать как разогнать клан тревистника ну как хочешь ты же не стоишь сейчас там у него ты можешь его ограбить это даст тебе 30 монет но потом я получу ну да но лучше ограбь потому что это типа он все равно как бы индийский вот поэтому индийцам проблема на меня напали да ну они на меня напали но так как ты мой союзник на тебя они тоже напали не беспокойся так то есть пусть бусидо включает в себя разнос вьетнама получается что так одна одна из тактик бусидо я дефаюсь потому что я стены строю вот и молодец ты в чак елу тоже строишь стены столицы действительно пока можно не строить если тебе есть что строить другое я там строю прачников чтобы защищаться от дурачков справа нет прачники не нужны в таком огромном количестве забавно что он объединился вместе с варваром в желании меня изнасиловать и возможно вместе у них действительно это получится сделать видишь у меня город в осаде потому что эти дурачки его окружили со всех сторон внезапно я не нужна такая огромная армия прачников ты же не собираешься нападать на калькутту того что есть тебе уже достаточно нападать все равно лучше войнами потому что прачники плохо обстреливают город а как не помогает то что у меня есть чудо света бухта калонг ну ты можешь почитать что она делает с нами воюет или как а да да она захватит твоего разве чего и строителя так что уди строителям в город вот и все-таки решил рапануть красава ну смотри бухта холонг она вообще просто статы имеет неплохие типа клеточка на три пищи один производства один культуры но также если на ней стоит корабль и обороняется у него аж плюс 15 при обороне это в целом не такое хорошее чудо там бывают гораздо лучше но пока что надо с этим чудом свет сделать чтобы ничего еще раз это просто ну короче есть просто есть да ну смотри если собираешься строить например священное место то вроде бы вот если захочешь построить справа от хамло а ты не можешь потому что ты можешь строить только в джунглях своих ну значит не собираешься строить священное место меня выгнали у меня разграбили торговый путь откуда тебя выгнали от тебя выгнали с его территории потому что он закрыл границу индус без технологии который это делает типа умный что ли не понял я тебе только что объяснил какую-то реальную херню чувак да я умный а ты стюбит стюбит между прочим ты сколько построил уже чудес света одно я вижу что храм артемиды умник блин сделал да если что ноль чудес призом могу построить пантеон пантеон это не строй его не надо строить можно выбрать мне кажется что самый сильный у тебя пантеон будет плюс один пища плюс один производство от лагерей но ты как обычно может сделать по-своему девушки сочные клетки стали лагеря строить ну лагеря строится на оленях слонах вот видишь тут можно еще один город под чак-еу построить на двух слонах эти два слона будут офигенными туда и город вести думаешь ну третьего поселенца я бы строил его где-нибудь здесь да так сирики то войны рядом стоят это мои но они будут воевать я не могу ставить с удовольствием стоит воевал на них это мой грудь На самом деле, если хочешь, ты можешь собрать армию и напасть на индуса, попробовать захватить Калькутту. Но это, опять же, опасно. Почему? Кстати, ты опасно произнес, не очень верно. Нет, я сделал необходимую мхатовскую паузу в этом месте. Мхатовскую. Ну вот такую. Что, думаешь объявить войну индусу? Нет, к сожалению, у тебя... Видишь, какая у него боевая мощь? Нет. Ну вот в панельке, где наши рожи нарисованы, меч обозначает боевую мощь. У тебя, если что, боевая мощь 59? Я не вижу, где. Ну что такое? Где у него боевая мощь? У меня не отображает. Весь 45. Блин. А как он так быстро встречался? Ну, он армию строил, видимо, не знаю. Нет, у него город достаточно слабый, но просто, видимо, у него какая-то армия где-то слева там находится. Ты ее сейчас не видишь. Нет, в целом ты можешь вот пойти как бы как-то оставить парочку чуваков здесь и пойти со мной бить Корею, потому что я сейчас как бы ее натиск отражу и пойду в контратаку, понятное дело. Ой. В памяти, что вот всадники продаются, я могу тебе вернуть денег. Ах! Блин! Я строителей не защитил. Ну, это ошибка, да. Это, действительно, ошибка. Ты вообще зря их держал на клетке, надо его просто в город их засунуть и все. Вот. Мне кажется, что тебе на самом деле Кореид сейчас достаточно какого-то геморроя привнесет, так что можешь с индусом не воевать. Корейцын, тебе хватит на первой паре. Твою мать. Может купить в верхнем лагере лучника и сразу навалить? А мне недостаточно золото. Я бы лучше рекомендовал тебе купить всадника, потому что всаднику реально догнать. Чувака, я могу тебе отдать все бабки, они мне больше не нужны. И ты можешь купить, видишь, лагерь? Да, вижу, вижу, вижу. Право от Сиани. Вот там можно купить всадников? У меня нет денег. Я тебе подарил деньги, прими договор со мной. Ты собираешься принимать договор со мной, чувак? Я тебе предложил. А, вот. А что это за символ? Типа какой-то невыпитый апрессионный сок или что это? Чего? Какой символ? Про что ты? Какой символ отображается во время предложения? Какой такой стакан какой-то отображается. А, я понял о чем-то. Это не стакан, это же этот, как его, постамент, на котором выступают всякие парламенты. Не знаю, как это называется, короче, подиум. Это штука, где стоят всякие ораторы и вещают. Я, пожалуй, орэйтер. Вот. На самом деле, короче, если вот эта клетка, где стоит коня, она еще и была под твоим контролем, то ты бы сильнее пробил. А, ну все, ты его сейчас догонишь и снасилуешь. Витек, можешь мне дать еще золото? У меня 8 монет. Если они тебе помогут, можешь их взять. Мне кажется, они тебе помогут. Ты можешь в Чак-Еу после стен, да или в Тхалонге, например. Хотя в Тхалонге ты тоже стены строишь. Я тебе сейчас пойду защищать твоих нижних варваров. Вон, всадник очень хороший юнит. Он ходит базово на 4, а если он у тебя стартует с леса, то он, по-моему, ходит на 5, соответственно. Ох, все пришли, еще пожилые варвары. Поздравляю. Ну, у меня тут со всех сторон не фистин. Новый рой, понятно. Я сейчас пойду контратаковать на этого товарища нашего, уважаемого, скажем так, молодого человека. Ты можешь, если что, отсоединить, да. Я думаю, что я как раз соединил. Ну. Так, а всадником можно, наверное, там что-то исследовать дальше? Ну, ты можешь всадником пойти вон направо, например, поизучать, что там справа у нас в карте. Вот. Тебе, если что, ход лучше заканчивать в лесу. То есть, если у тебя есть выбор закончить ход в лесу или не в лесу, в лесу лучше в лесу. Или не в лесу? Нет, лучше в лесу, потому что там дальше ходить будешь. Так, Гонконг чей, Гонконг не чей. Кто бежает в Гонконг? Так, а, варвары. Если что, уже есть очень жесткие варвары. Это может означать только одно. Видимо, у Кореи есть очень жесткие юниты. Ну, это нормально для Кореи, на самом деле, но, конечно, неприятно. Так, ты научился пользоваться панелькой с компьютерами или нет? Я... Можешь сказать, сколько сейчас у Кореи науки за ход? Да, я на твой стрим залезу. Я не могу сказать, сколько у Кореи науки за ход. Да, я на твой стрим залезу. Я не могу сказать, сколько у Кореи науки за ход. А, у тебя эта панелька почему-то и правда не открыта. Так, а как ее отображать? Сейчас я подумаю. Когда же тебе кампус куда построить? Ну, там, где лучше всего, самый большой плюс. Здесь у меня есть плюс 3, но для этого надо купить за 60, я пока не хочу покупать. Ладно, тогда кампус пока откладывается. Ну, плюс 3 это отлично. Так, сейчас я пойму, как это делается. Если что, видишь? Латник варварский. Да, он сильнее конница? Он как раз да сильнее конница, к нему вообще лучше не подходить. Я вижу, там рядом находится гонконгский воин. Ну, в общем, ему будет очень больно. Я, кстати, нашел тех варваров, которые тебя нашли. Вот они снизу. Так, как отображать эти панельки? Костя, а моего торговца могут убить эти латника? Торговца? Да, да, да. Они, скорее всего, так и сделают. То есть, ему надо охранять еще этого торговца как-то? Ну, я думаю, что он просто умрет. Блин. Так, сейчас, секунду. Как же он строит тебе нормальную эту штуку? Интерфейс. Мне предлагает Корея заключить мир. Ну, надо. Они предлагают 14 голдов. Мне, кстати, 14 голдов пригодятся. Ну, надо. Ты не боюсь, скорее. А я могу попросить у них одновременно философский камень? И посмотреть? Ну, можешь попросить, да. Ну, это типа контрпредложение. Они, скорее всего, не согласятся. Например, загрузка, обучение ходов. Я предложил свой город, но они все равно не согласились дать философский камень. Ну, это вообще была опасность, если что. Почему? Если я нажал кнопку, а я сразу автоматически предложил? Или что? Ну, ты делаешь предложение. А я не помню. Я не нажал кнопку у тебя сделать предложение. А не нажал? Сейчас, секунду. Как тебе это выглядит? Почему у тебя так не информативно? А если наведешь на рожи, там что-то вообще произойдет или нет? Вот наведи на рожи. Сандок из Корейской империи. Я вижу, что это Сандок из Корейской империи. Блин, я хочу кликер написать, который будет нажимать со скоростью. Блин, конский плюс. Да едина, чувак. Я пытаюсь разобраться, как тебе сделать более информативную. Ну, настройки, интерфейс. Ну, сделай такой умный. Пошел нахрен. Сделал? Молодец. Ну, видимо, ты можешь, раз. Я не смог. Ну, видимо, могу. Матайте топлив.. Господи, как же это делается-то ёлки-моталки. Так, слева-снизу meow настройка, где-то справа-сверху должна, чтоб нажиматься. К сожалению, в настройках игры ничего нет. Интерфейс. Приложение нет. Управление нет. Язык, звук нет. Графика нет. Игра. Так, короче, в задницу пошли. Все. Ну, понятно, чувак. Все. Короче. Если что, у тебя сейчас 22 из 25 очка золотого века. А. До конца один ход, понятно. Добро пожаловать в обычные века, в общем. А у тебя какие? У меня тоже обычные. Обычные. А я века-то не мог ничего сделать. Ну, я тоже. Я могу, мои шпионы могут убить твоего губернатора? У тебя нет шпионов сейчас. Ну, когда будут? Ну, могут. Почему? Потому что, к сожалению, с союзниками нельзя ничего такого делать. Я бы сам с удовольствием убил твоего губернатора, но у тебя тоже не получится. А, ты вступился за пожилого Гонконга? Ну, понимаешь, в чем проблема? После того, как они трахтут пожилого Гонконга, они пойдут, скажем так, прицеливаться к моей заднице, так что это вынужденная мера. С твоей задницей, к сожалению, все уже понятно. Ну, она такая бывалая, скажем так. Бывалая задница. Прожженная. Что за устремление? А, может быть, с отличного века. Можешь выбрать научный. Каждый построенный специализированный район прибавляет 1 очко-то к счету эпохи. Ну, на самом деле, гораздо быстрее взять вольнодумство. Ну, потому что ускорение... А, другая сеголость тоже... И голос тоже нормальный. Просто проблема в том, что культур... Как это называется? Социальных институтов просто гораздо меньше, чем наук. Типа наук больше, поэтому просто физически... А, ну, лучше вольнодумство? Ну, да, ты просто чаще ускоряешь. Так, пингалуй повысить, наверное? Пингалуй и вначале на культуру его лучше повышать. Ну, видимо... Ладно, плохо. Ну, видимо, я даже не буду тебя троллить, видимо. Ну, вот так надо просто. Ну, типа умный. А мне напасть на кого-нибудь из тех чуваков тебе помочь тебе? Ну, давай так. Давай так, ты еще можешь с тобой слово? Латника мощь боевая 48. Моего воина он не трахает, если напасть. Ты, скорее всего, можешь пройти... Ну, короче... Напрачника напасть, думаешь? Ты... А ты можешь дойти прям на заход? Наверное, не можешь. Нет, напрачника не могу, могу. Вообще... Не могу. Короче, ты можешь остановиться только за реку от них, хорошо? Типа, чтобы если латник атаковал тебя, то через реку. А прямо в соседнюю клетку можно встать? Ну, рядом с ним, но через реку. Ну, не ты сейчас перешагиваешь через реку, а ты должен в итоге находиться через реку от латника. Вот сюда? Да, да, да. А сходить еще на одну клетку от него, чтобы он... А, наоборот. Ну, ты можешь поближе... Нет, еще раз, здесь нормально. Если он тебя ударит, он через реку очень слабо нанесет его. А я тоже его тогда слабо ударю через реку, да? Нет, ты как раз его сильно ударишь, потому что ты защищаешься. Нет, в смысле, а потом, когда я буду его атаковать. Тебе не надо его атаковать. Еще раз. Собей, не надо атаковать его. Я его попробую лучниками обстрелять. Он очень жесткий. Нужно найти источник, откуда он выбрался, и уничтожить этот лагерь. А, Витек, посмотри на Чакео, пожалуйста. Мне советует сверху слева строить рудник. Стоит ли это сделать, если там нет клеточек никаких? Нет, не надо. А когда стоит? В конце игры уже стоит, когда у меня уже все, что угодно, я могу строить? Ну, еще раз. Рудник даст тебе плюс одно производство. У тебя клетка, которая 2-1, стоит... А как понять, что рудник дает плюс одно производство? Рудник всегда дает плюс одно производство, долбойдет. А фирма? Плюс одну пищу всегда. А лагерь? А, вижу, там, короче, все-то дает. Да. А почему на ресурсе выгодно рудник строить? Потому что ресурс выгодно обрабатывать. Хорошо, бонусный, что выгодного? Бонусный ничем. Ну, еще раз. То есть бонусный ресурс, по сути, может, что там что-то не нарисовано. Можно считать, что да, но просто... Видишь, какой у тебя лагерь отличный? Хорошо, объясни. Блех. Что такое бонусный ресурс? Ну, если ты наводишь на картинку, там тебе пишут редкий ресурс, пишут бонусный ресурс. Нет, я не про то, чем он отличается от пустого места. Зачем вообще написать там ресурс, если он ничего не дает? Еще раз. В обычном лесу ты не можешь строить ничего, кроме лесопилки, а на ресурсе ты можешь построить что-нибудь. Кроме говоря, бонусный ресурс просто позволяет на этой клетке построить какое-то улучшение адекватное, а не рудник и ферму. А более адекватное уже выгодно строить, типа? Ну, они просто чуть лучше будут со временем. Типа у тебя рудник... А плюс деньги всегда выгодно или... То, что же это плюс деньги. Верное утверждение такое. Всегда выгодно улучшать ресурсы. Что-то бонусное. Ну, редкие всегда выгодно, бонусные обычно выгодно. Ну, иногда бывает, что это не выгодно, но, Макс, ты, блин, создавая медаль международной олимпиады, ты догадаешься, когда тебе выгодно улучшать ресурсы, а когда нет. Надо понять, сколько жителей, и взять топ-н клеток, и надо понять, улучшит ли мой топ-н клеток, это улучшение, это обработка земли, да? Ну, типа того. Ну, на самом деле... То есть, надо топ-2 посмотреть в этом городе, и топ-2 это... На самом деле, ферма немножко лучше, чем рудник, потому что ферма дает, помимо того, что она дает один пища, она еще дает половину жилья. Что такое половина жилья? Это ничего, но если у тебя две половины жилья, это целое жилье. А где это написано? А, представляет половину жилья, вижу. Да. Неважно, что она там дает. У тебя, по-моему, еще лагерь дает половину жилья, плантация дает половину жилья, рудники дают половину жилья. То есть, можно просто застроить ферму, у меня будет огромное жилье, так это выгодно? А ты мне говорил, что невыгодно. Ну, чувак, ну, грубо говоря, ты строишь строителя, получается, N-ходов, у строителя три действия. Он за три действия может тебе построить три фермы и дать тебе полтора жилья. Вот. Обычно его можно просто гораздо выгоднее применить, чем полтора жилья. Вот у тебя, например, в столице сколько сейчас предел жилья, скажи, пожалуйста. В столице предел жилья, количество жилья. Нет, предел. Пять из девяти. Ну вот. Поэтому, на самом деле, это жилье... Ну что, вот. Почему у меня максимум девять? Потому что еды девять. Нет. У тебя, смотри, базовая два, из-за того, что рядом с рекой плюс три дает, скорее всего, жилья. Ты можешь это сам посмотреть, это делается таким образом. Вот у тебя, когда ты нажимаешь на город, там есть такая над городом «Показать информацию о городе». Такая, ну такой листик, видимо, нарисован какой-то документ. Да. И в нем ты можешь вот пять таких есть линз протыкать. И вот в первой линзе... Пять кусочков. Да. И в первой линзе у тебя вот есть довольство показано, а если ты чуть-чуть прокрутишь вниз, то будет жилье. У меня в столице, например, четыре жилья от зданий, пять жилья от воды, одно жилье от улучшений, другое десять. Довольство? А, жилье нашел. Жилье там чуть-чуть ниже. А как это будет облудить с обрабатываемой клетки? Обрабатываемой надо кликнуть не на листик, а на голову человека такого управления горожаном. Я могу сам управлять, куда они пойдут, они могут пойти на менее выгодные клетки? Ну, попробуй это сделать. Если ты просто возьмешь и тыкнешь на клетку, на ней появится такой замочек. Угу. Ну, это означает, что ты эту клетку забронировал сам, и комп проставляет все по модулю... По жадному алгосику. Да. Вот. Если что, еще видишь, у тебя над городом есть статы, типа 9,4. Ну, вот культура, пища, производство, наука, вера, золото. Да. И там слева от них такие кликеры стоят, кнопочки. Вот если ты нажмешь на эту кнопочку, то ты можешь... Он может максимизировать именно это ресурс? Да. Да. Ты можешь нажать на несколько кнопочек, он будет максимизировать них. Можно нажать два раза на кнопочку, и он будет, наоборот, игнорировать эту. Типа стихоумный. Да, вот, да. Вот. Понял? Да. Молодец. Смотри, у меня похрен. Я просто, типа, из вежливости это спросил. У тебя не похрен, чувак, ты жидкая букака. Мне просто даже стыдно признаться, насколько же мне похрен, что ты тут рассказал. Ну, можешь не признаваться, чувак. Я согласен, что признаваться, что тебе похрен очень позорно. Так что можешь этого, в принципе, не делать. С ней ферму строить вести, я так понял. Жилье, чтобы было. Ну, получается. Из твоих слов я так понял. Жилье действительно не хватает. Жилье, так сказать, недооценено. Поэтому, да, ты правильно рассудил и раскусил мысль, которую я хотел бы тебе донести. Жмышочек, а у тебя... Можно лучников? А, ну лучник нахрен уже не нужен. Лучше всадника покупай, потому что этот лагерь рядом с Кореей. Но у тебя денег нету. А в столице же, наверное, надо иметь кампас? Кампас. Кстати, у меня плюс ноль, похоже, можно получить его. А, нет, далеко очень плюс два можно, теоретически. Ладно. А правительственная площадь где угодно может быть построена? У тебя, по-моему, у тебя все районы только в лесах стоят. Это не круто. Нет. То есть надо просто выбрать дерьмовый лес, правильно? Ну, короче, у тебя видишь, как много леса? Его в целом не жалко. Я поэтому и говорю тебе строить города рядом с лесами. За кухон, за руку. Да. У тебя тогда будет большой потенциал в строительстве. Ну, куда угодно. В смысле, на хреновый лес можно строить правительство. Ну, типа того, да. Ну, еще раз, я не знаю, что ты называешь хреновым лесом. Ну, два еды, одно производство. Что-то цикаго. Да, да, это хреновый лес, действительно. А лучше поближе к столице или подальше? К центру. Эээээ, смотри. Правительственная площадь работает так. Она бафает соседние районы на плюс один. А, надо наоборот поближе к столице, чтобы... Короче, не на край, а не лучше. Ну, лучше делать так, чтобы у тебя рядом было много другого леса, чтобы ты мог там построить другие районы. А, именно районы? Она районы бафает, да. А, тогда слева-снизу, я думаю, построить. Если что, слева-снизу одинаково эффективная будет правительственная площадь с правительственной площадью справа-сверху. А два раза справа-снизу? А два раза справа-снизу, там потом новые клеточки появятся? Может, он будет их забить? А, ну ладно, короче, правда. Ну, в целом... Она бафает в столицу. Нет, я решил, что справа-сверху? Нет, справа-снизу действительно лучше. Ну, на упреждение, на упреждение, конечно. Ну, нормально, нет, там действительно хорошее, нормально. Мне просто лень уже думать, ты там уже походил. А, ты еще не походил. Нет, я походил. Видимо, как-то вот так я играл. Пошел по шуму нахрен. Я показывал... Это стал балцами чудами света. Почему я не могу чудо света ни одной сделать? Ну, потому что ты его не исследовал, скорее всего. Исследуй технологии, которые делают чудеса света. Вот, например, есть... Нет, я буду исследовать орошение. Ну, хорошо. Есть технология Стоунхендж. Стоунхендж, она позволяет сделать религию. А вот это мне уже... Похрен. Чувак, это вообще-то неуважение чувств верующих. Стоунхендж? Два года бана на Твиче. Кого не насрать? Ой. Не похрен, точнее, на Стоунхендж. На чувства верующих? Мне не похрен, чувак. Два года бана на Твиче. Понял? Значит, учись мастер-класс по уничтожению, значит, этого дурачка. Видишь, был дурачок и нет дурачка. Всё. Зачем я туда пришёл? Я вообще-то повоевать хотел. Можешь прачника добить, мне он не нужен. Ой, я тоже воюю. Я воюю еще что с морем, видел? Справа. Справа? Красава, да. Я убил варваровскую галеру почти. Молодец. Это даже без сургазма молодец. Это правда без сургазма. У меня китайцы предлагают заключить мир. Я прошу всю их голду, и тогда заключи мир. Ок? Ну, он не согласится. Я нажал сделать договор более равным, и теперь стало 11 голды, хотя было 13. Торговля она такая, Миша, это не твоё. Нет, ещё раз, если ты хочешь повоевать, ты можешь повоевать с индусов. Ну, просто он тебя, скорее всего, изнасилует. Мне нужно защищать торговца, я не хочу, чтобы он умер. Ну, ты это он убил прачника. А-а-а, у тебя сейчас там все же... А-а-а. Когда тебе доступно повышение, его надо сразу же делать, потому что... Пока оно у тебя доступно, юнит не получает опыта больше. Мне плохо. Да без проблем. Без Б. Ни хрена себе, Индия огромная. Я просто не могу выбраться этим лучником. Видишь, на сайте моего лучника? Спокойно, я тебя сейчас научу делать. Говоришь с индусом, и просишь у него право прохода. Мне он за одну монетку предлагает право прохода, так что ты за целую одну монетку... Я могу его осудить? Нет, если ты его осудишь, тогда ты не сможешь с ним заключать договора. А вызовут требования надо, или что? Я тебе сказал, что нужно сделать. Право прохода, а где оно? А если просто как обмен? Заключить сделку. Объявить дружбу? А, нашел. Почистил. Я могу ему дать свой город? Но он, скорее всего, не примет. Компы почему-то не очень любят принимать твои города. Внезапно. Хотя это, казалось бы, достаточно крутая сделка. В общем, сейчас ты должен научиться ходить на его территорию. Он говорит, только за 14 голды. Давай я сделаю поменьше, за 10. Он, скорее всего, не согласится. Забавно, что мне он за одну голду разрешает ходить на его территорию. Видимо, он считает меня более безопасным, чем тебя. А, мам, а какому места дать ему одну слоновую кость? Ну, не надо. Слоновая кость тебе гораздо больше пользы приносит, чем... Одна слоновая кость. Это не важно. Слоновая кость, она отвечает за довольство. Довольство, она увеличивает или уменьшает твои статы пропорционально. Если у тебя город, например, недоволен, у тебя, может быть, там минус 20% всех статов. А если доволен, плюс 20%. Так что отдать 14 монет гораздо выгляднее, чем отдать удовольство. Ты можешь отдавать ресурсы, из тебя их несколько. Потому что две слоновые кости приносят столько же профита, сколько и одна слоновая кость. Что еще раз? Две слоновые кости приносят столько же профита, сколько и одна слоновая кость. А в чем логика? Ну, дубликаты редких ресурсов можно продавать. Логика примерно по этому. А, то есть надо просто иметь хотя бы один... Ну, если ты имеешь один редкий ресурс этого типа, он дает тебе довольство. Если ты имеешь уже второй редкий ресурс, он тебе не дает довольства дополнительного. Поэтому, если бы у тебя было две слоновые кости, а у тебя в перспективе их будет три, Почему три, а не много? Ну, потому что я вижу еще две слоновые кости и третий борт... Нет, это не одна, это в хаших ход однослоновая кость. Нет, еще раз, это всего одна слоновая кость. Это что за тупизм? Они не копятся, копятся только стратегические ресурсы. Погоди, и что я ради этого? Это я ради этого драчу строителя. Он строит лагерь, и лагерь просто получает одну кость слоновую. У тебя лагерь, видишь, какие статы имеет твой лагерь, ебанутый? Три-три-три? Три-четыре-три и что? А почему такие высокие статы? Ну, потому что у тебя... Короче, потому что ты долбоеб. Все. Нет. Объяснения нужны нормальные. Почему такие высокие статы... Две пищи, три производства. Это базовые статы. Нихрена себе жахнуло. Ну нет, ты понимаешь, что за лагерь дает плюс только? Лагерь всегда дает плюс два золота, а у тебя еще... Потому что выбрал пантеон такой. Он дает плюс один пищи и плюс один производство. Но ведь мы такой умный. Умный. Ну, скажем так, да, интеллектом ты не наделен. Не понял. Исследователь сейчас, кстати, науки заход за каждого жителя. А, да, там же Пингаллоу, Харвардсен. Да-да-да. Я не понял вопроса, но... Ну, у меня сказали, что я губернаторский ситул получил. А, конечно. О, красава. Блин, этот чувак живет на горе Эверест. Он накажет. Ведь ему он очень крутой. Возможно. Так, теперь пришло время для моего пантеона. Теперь главное не обосраться. Можно и... По-другому себя повести. Не потереться. О, я могу просто на халяву получить юнит строителей. Это вообще нормально. Так и сделаю. А зачем нужен военный лагерь? Плюс две культуры за каждый район по соседству? У тебя военный лагерь — это твой специальный район. Военный лагерь делает следующего. Во-первых, там начинают производиться юниты. Юниты, да. Во-вторых, военный лагерь у тебя дает плюс два культуры, по-моему. Вот. А в-третьих, твой военный лагерь, он, короче... То есть у тебя у города... У города есть скину? У тебя культура за каждый район по соседству, а после технологии авиации получает туризм, равная очкам культуры. Плюс два культуры за каждый синеклеткий район. Например, здесь горожан... Короче, это что неважно, что важно. Военный лагерь нужен для того, чтобы из него отстреливаться. То есть военный лагерь, он работает как мини-город. Ты можешь туда посадить лучника, и он может оттуда стрелять, и его никто не сможет тронуть. То есть это оборонительное сооружение, что ли? Это оборонительное сооружение. То есть тебе, например, у Чак-Пиел военный лагерь выгодно построить на три клетки левее города. Там будет офигенный военный лагерь. Вот, за красителями еще на одну клетку налево. Потому что он точно так же защищен рекой. Вот. И поэтому, типа, индусу будет очень тяжело на тебя нападать, если ты построишь чего-то. Для этого нужно купить клеток. Возможно, это пока не самое срочное, что нужно сделать. Но военный лагерь, напоминаю, что ты можешь только один построить, так что... За всю игру? Ну, в каждом городе максимум один военный лагерь. Поэтому, если ты построишь его там, то ты больше нигде не построишь. У меня опять дали титул. Опять? А, потому что ты строишь в правительственной площади здание как-нибудь. А, ну, короче, неважно. Правительственная площадь очень сильно спонсирует титулами. Я похрен Рейну поставить. В... Либо могу плюс 100 очков великих людей за ход в городе. Это не надо. У тебя нет ни одного района, и великие люди все равно не фармят. Значит, Рейна. Погоди. Ты вампиров не знаешь? Я знаю герметический орден. Ну, тебе надо поразрушать лагеря. Если ты будешь разрушать лагеря, есть шанс узнать вампиров. Тогда Рейна. Ну, можешь пока не тратить этот губернаторский титул просто. То есть я считаю, что выгоднее оставить его на вампира, чем... Пошел нахуй. Все, я поставил все Рейну, а ты иди в заднюю со своими советами сранными. Да без проблем, что так. Обращайся. Не буду. А ты обращайся, сука. О, чел, смотри направо, на моих лучников справа. Ну-ка смотреть, блин. Смотреть будем, блин? Правда, там рядом копейщики, они просто мне сейчас люлей вставят. Это правда. Ну, я смотрю, ты не добьешь его, скорее всего. Блин, добью. Ладно. Паттал. Валерия. А почему плюс один к опыту? Я, блин, сидел с лучниками, целый корабль, шхуну. Потому что варвары плохо фармят опыт. И вот если бы ты стрелял так по корейцу, это бы давало тебе плюс четыре опыта. Значит, справа сверху сейчас так много сраных копейщиков. Ты, если что, лучником можешь сейчас наступить на строителя? Или ты уже походил лучником, который у индуса ходит? Я не походил. Наступи на строителя, это будет твой строитель тебе. Я могу его просто убить. Да, да, так и надо сделать. Он что-то не ходит. Видимо, а, видимо, уже походил. Ну, скорее всего, на следующий ход его захватит или убежит им. Но, короче, варварских строителей можно захватывать, а они становятся твоими строителями. И поселенцев точно так же. Ты будешь ходить? Или тебе помочь? Я принимаю решение, важно. Да, блин, чё ж они все на мою территорию заходят? Блин, не территория, а проходной двор какой-то. Что эти нахуй отсюда? Н-а-хуй. Да, лишь что, н-а-хуй. Я могу латнику купить? Где? В правом клане. Но этот клан скоро умрет. В правом? А, в котором песчаный змей? А, вот это их, кстати, латник пришел. Нифига, откуда он пришел сюда? Долго, до забежен шел. Латник, ты путешественный. Ну, у тебя денег, к сожалению, не хватит. Но, если что, этот лагерь, скорее всего, мочит Корея. И ты можешь попробовать наступить на клетку выше. Но проблема в том, что, короче, она, скорее всего, тебя убьет просто. Вот так вот. Вот так. Ой, а я могу захватить реально строителя? Ну захвати, да, это хороший. Блин, как же я хорош, что я просто всех разношу. А что мне строить не делать? Его конвоировать домой или он сам пускай домой? Да. Нет, Кажейра, там у идеи тяжело переснится, она перехватит его. Нет, 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 еще раз. Он может только объявлением войны это сделать. Он, скорее всего, не объявит войну по такой ерунде. Да, у меня просто сейчас строитель может тупо идти домой? Да. Красавчик. Ну пошел. Лучник тогда идет дальше. Да вон. Чё? Блин, у меня просто на территории какие-то многонациональные меньшинства. Ах, блин, а что они так больно бьют? Чувак, можешь убить этого лучника, пожалуйста? Просто. Меня убили воинов внизу. Я тебе предупреждал, что так произойдет. Какого лучника? Который рядом со мной? С конем, конем. Вот я с конем лучника, если ты его можешь убить, это гораздо лучше, чем у меня. Я почти могу, но не могу. Ну ладно. Как-то так сдавленно сказал, как будто я обосрался. Ну, можно и так сказать, у меня просто из-за этого видимо воин фидит. Ну ладно, он умрет с честью. Я просто вроде никак не могу его спасти. Он застилит у тебя рука, после этого оффнет с позором. Что-то там очень много варварских коней оказалось, я не был готов. Готов. Да. Ну может он не будет трогать моего воина, хотя вряд ли. Нифига, он его просто изнасиловал жестко. Кто? Ну кони его изнасиловали. Я рекомендую тебе бежать своим конем, если что, потому что это какие-то очень злобные варвары. Я могу уничтожить вообще-то конные лучника варварам запросто. Это неплохой ход, можем так сделать. Дальнего, в смысле правого или левого? Ну а давай распределим. Ты свою ближнюю. Я уничтожаю, да, я правого уничтожаю, о, левого вернее, это правого. Хорошо. Тогда можно даже отбиться, попробовать, в смысле. Так, а за что она получает? Почему-то у меня нет ускорений у моих социальных институтов. Как это так получается? М? Ну дурачок, наверное, не знаю. У меня опять губернаторский титул. На этот раз мне его придержать? Так можно герметический орден взять? Ну, герметический орден кусок говна. Он, если что, работает примерно так. Он размещает тебе на карте штуки под названием лейлинии, которые спаунятся в абсолютно рандомных местах. Ты скажи мне, дорогой, ты нахера строишь? Нет, мне надо губернатора. Нахера строишь висячие сады здесь, если ты мог построить на клетке пустой вот на холмах? Или ты чудеса тоже, тоже только можешь в лесах? Написано, столь? Я не смог на холме построить. Не знаю, выглядит так, как будто ты ебантяй, чувак. Все честно, да хорошо. А почему? Ну что, ну что же, я ту клетку леса, я не могу обрабатывать их так много. Хорошо, хорошо. Я не знаю, почему ебантяй? Ок, 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 броу. А мне брать третьего губернаторы? Я бы покопил это в твоем месте на... Нет, я не хочу копить. У меня все равно, когда будет... Ну, ты можешь делать любую хуйню, какую хочешь делать, чувак. Может, что ты хочешь делать? Я к моменту вампиров появится новый губернаторский сезон. Зачем мне сейчас откладывать их, что я могу не откладывать? Чувак, делай, что хочешь. Я тебе свой совет дал. Может, под ним потереться. Мне вообще похуй. Реально. Есть такое выражение, знаешь... Снали бы вы, насколько мне похуй, вы бы расплакались. Вот это вот про меня. Меня Индус осудил. А он имеет право меня осуждать? То есть он снова может меня объявить в войну? Ну... В смысле, он теперь... Теперь не имею право про хода, или что? Нет, ты вроде имеешь, но я рекомендую тебе свалить оттуда лучником, потому что то, что он тебя осудил, может означать, что он хочет на тебя напасть. А в слове напасть, как еще в данном случае пишется? Напасть. А почему? Я не знаю, чувак. Мне говорит Тамирис. Я отправил к вам торговую делегацию, а с ней подарок узорный колчан. У вас же есть лук, правда? Отказывайся от делегации. Нет, почему я хочу лук? Ой, колчан. Алчан. Проблема в том, что если ты принимаешь эту штуку, то Тамирис против тебя будет плюс 5 к боевой мощи, по-моему, и все. А ты получишь за это 25 монет. Лучше такой херене не заниматься, короче. А где было написано об этом? Нигде. Я тебе говорю про это. Чувак, это что за хрень? Почему я должен... Это, блядь, игра... Что раз, я сам про это... Это Всероссийская Олимпиада по истории, что ли? Просто знать миллиард фактов. Что это такое? Это... Факт не имеет никакого отношения... Всероссийская Олимпиада по ОБЖ. Типа, просто что-то там знать. Типа, иначе ты про суток мой. Блядь, кто напал на нас? Гонконг. Итёк-ты нож. Те отрагнул? Моего воин, да. О, дерьмо! Жмешенко. Чё ж ты такое? Осочи мою залупу, чувак. Лашок. Блин, ну то, что он... Лишил почти всех войн, это не очень приятно. Скажем так, бывали моменты и поприятнее в этой игре. Ну ладно, одна ошибка, как говорится, и всё. Ну, кстати, возможно, до сих пор выгодно в религию уйти, потому что у нас ни у одного чувака нет религии. Японец что-то очень медленно фармит. Чё, ты мне говоришь, что я мог... Что надо было, лук на лугу построить? А почему? Лук на лугу? Почему нам можно было построить вся воды на лугу? Висячку. Чувак, ну ты тупой, ну что ты не понимаешь, блин, я тебе всё объяснил сейчас. Я нихуя не понимаю, что... Почему висячку надо было построить? Чё раз, например, потому что у тебя лес, видишь, сейчас под твоей обосанной рейной, даёт тебе 222. 228. То есть ты просрал сейчас 222 клетку, вместо того, чтобы просрать 2-1 клетку. Я не знаю, возможно, конечно, ты гений, но, скорее всего, ты просто долбоёб. Ну, короче, примерно так. Такой расклад, понятно? Обидно немного. Ну, по факту состав. Нет, нет, не трахай, не трахай. Что ты должен? Я могу ограбить хотя бы? Ну, лучше трахни. Ну, хотя... Ну, блядь. Что, мне его вообще не трогать? Что? Нет, ты ограбить-то точно можешь, но просто проблема в том, что он тебя, скорее всего, убьёт за это. Да нет, можешь разрушить, наверное. Пофиг. Разрушь лучше. Он тебе опыта даст. Вот этот лагерь уже и так двух моих воинов убил, я недоволен. У тебя, кстати, там пошли фистить. Подожди. У тебя там планируется у твоего лучника, скажем так, ректальные утехи. У какого? Правого самого. Да иди нахрен, я в курсе. Сейчас я вопрос... Вопросик решается. Сейчас, как он меня не сможет догнать? Лучник медленный. Ой, фу. Ну, у них одинаковая скорость. Но, видишь, там у тебя, к сожалению, по дороге ещё один лагерь варваров появился, так что твоему лучнику пизда. Поздравляю. Какая одинаковая скорость, ты чё несёшь? Латник... Пизда лучнику, чувак. Нет. Я сейчас отошёл на одну клеточку и дал люлей этому тупому латнику. Я просто каждый ход отхожу и даю... А, я его не вижу. Молодец. Помните. Хорошо. А теперь он тебя убьёт на следующих ходах. Почему? Почему? Ты его увидишь. Увидишь, чувак, я тебя предупреждал. Причины я не предупреждал. Все вопросы только к тебе самому. Да ты такой, типа, блин. Да, я такой, типа... Это я. Это кста я. Кстати, левому лучнику тоже сейчас будем делать больно в попе. Так он же через реку меня такует. Там лучник. Я могу лучнику дать люлей. Лучше забери деревню. Иди направо. Тогда ты не получишь по жопе и деревню заодно соберёшь. У тебя какие-то говёные приоритеты. Лучше дать пизды всем. Я согласен, чувак. Я согласен, что ты гораздо лучше понимаешь, что нужно делать, чем я. Поэтому можешь давать мне советы, а мои советы мне слушают. Я так считаю, что твои советы говно. Разрешаю. Я даю тебе совет давать мне советы, а мои советы при этом не слушают. А как он убил моего лучника? А я тебе что говорил, чувак? Я же убегал. Ну, молодец, да. Куда там надо? На слонов нижних ставить или что? Ну, не прямо на слонов. Поселенцев куда ставить? Клеточка справа от двух слонов, по-моему, норм. Какая именно справа? Посередине между ними? Ну, посередине, да. Через реку от них. А, потому что там вокруг много всякого хорошего говна? Ну, там лиса рядом, типа, там два слона. Она находится через реку от Индуса. Это просто хорошая клеточка, короче. Что-то я потерял кучу воинов, и... Ты можешь поставить город агрессивнее. Если ты хочешь, типа, совсем агрессивно поставить город, ты можешь поставить город, типа, вот сюда. Вот. Что? Я в борьбе... Слышь, чувак? Чего? Клышь, я в борьбе с разведчиком потерял коня одного из двух. Ну, это, конечно, понятное дело, что это просто анимация, типа, такая крутая. Типа, вы проебали коня. Ну, ты похилишься, он восстановится, лысый. Сейчас заповедник куда лучше ставить. Так, сейчас заповедник. Нахрень мне не нужен, правильно? Заповедник ставится... А, нет. Надо просто поставить как можно более хорошую клетку просто. Нет, там заповедник ставится так, чтобы вокруг него был хороший престиж, да. У тебя офигенный престиж вот где-то примерно слева от холонга или справа сверху. Вот. Можно, например, поставить заповедник на клеточку между... Там у тебя лагерь стоит, блин? Я просто русовый лагерь. Нет, можно поставить на клеточку... Между... Типа надо купить клеточку слева от лагеря поставить. Между оленем и чаем. То есть надо купить её? Ну, можешь не покупай, попробовать поставить, но мне кажется, что не получится. Ну ладно. Просто спрашивается, а всрался ли мне этот заповедник? Наверное, всрался. Не, ну он бафнет тебе три клеточки. Не так-то плохо. Мне дали торговца. О-о-о. Так я сейчас поторгую. Всё. Ну, поторгуй. Ну, поторгуй. Я сейчас тоже, скорее всего, заповедник буду ставить и бафать свои офигенные клеточки. Ну ладно, мне тогда... Ммм... Думаю. Подожди, я думаю, не мешай. Да, я подумал, придумал. А нет, я всё ещё думаю. Блин, как же... Блять! Я... Обосyyё�ся. Если что, я бы твоим конём постоял, похилился, потому что возможно... Ты сейчас встретишь того латника, который убил твоего лучника, и он тебя тоже убьет. Если что, объясняю, почему тебя убил латник. Латник ходит столько же, сколько и лучник. На два. Поэтому, если ты, блин, пытался идти на один и делать выстрел, неудивительно, что он тебя догнал. Ты меня понял, Макс? Латник ходит на два? Латник ходит на два. А почему в лесу тогда у меня все хорошо было? Просто в лесу у меня... Может, в лесу вы оба ходите на... Нет, в лесу я как-то круче, видимо. В лесу ты ходил на один больше, потому что у тебя обилка... Тебя, кстати, он трахнет. Вот сейчас тебе не надо стоять на месте. Видишь, он на две клеточки от тебя. Так там патовая ситуация. А, может, пересечь реку, что думаешь? И вот тогда у меня... Да, может. Но, правда, он тоже, скорее всего, пересечет реку. Я бы советовал просто убежать, чувак. Ну, похер на этого латника. Просто убеги от него, и все. Ты же быстро. Ты же конина. Вот, еще и завершил ход на... В лесу, молодец. Да как мне задолбала тетка? Она просит постоянно... Сделку заключить в мир. Да, игнорирую просто ее щелкай сразу правой кнопкой на предложение, и все. Я ее игнорирую просто. Какой нахрен правая кнопка? Ты вообще сказал, что понял? Да... 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 Так, поможешь мне тракнуть лагерь этот своим лученькому боссу? Трахни сейчас с обалетчика... Ой, с обалетчика, и пойдем трахать лагерь. Я подумал. Это не вопрос был, если что. Может, не понял? Даже не предложение. На лифоне? Блин, а мечников стоит нанять? Где? В клане мечников. В нижнем лагере, 215. Да. Ну, а в правом тоже есть. Но мечники хороши. Блин, чувак, нахера ты делаешься? Я сейчас умрешь на следующий ход. Просто очень тупая отдача юнита. Нет, я не отдаю. Так, ты куда, кстати, в итоге решил ставить город? Сюда или у слонов? У слонов. Короче, если поставить его сюда, можно очень грязюку, короче, сделать забавную. Прямо где-то там, где он стоит сейчас? Нет, вот сюда. Видишь, клеточка, которая называется сюда. Да. Сюда предлагают? А что грязючного? Можно поставить военный лагерь, будет прямо вот на вот эту клетку. Вот сюда вот поставить военный лагерь? Да сюда, это город. А куда? Военный лагерь уже туда. И чего? И типа воевать будет легко? Просто... А, ставь туда тараны просто фига. Да, прикол в том, что ты, типа, стоишь в день. Как раз и честно. А Калькуда первая расширится до этой клетки. Ну, ты можешь купить клеточки за деньги. У меня нет денег. Ладно, типа ты саморужная, видимо. Так давай просто силы двух поселенцев, а один денег оттуда дойдет. А, или сейчас, типа, приоритет. Проблема в том, что они конфликтуют, потому что у тебя... Ну, значит, оттуда до слонов дотянусь, через сто ходов. Оттуда не дотянешься. Куда ты, блядь, пошел? Ну, пошел сюда. Там, говорит, нажал сюда. Да, ну, погнали сюда, да. Нет, до слонов ты отсюда дотянешься, до слонов, да. То есть они... Эти оба города, они имеют примерно одинаковую слоновую доставаемость. Я, пожалуй, слон. Так, ты поможешь мне лучником? С варварской лучкой там проевать. Иди сюда тогда, ебаный, в рот. Замат, извиняюсь. А принимаете такой аргумент, что мне похрен и фак, я булчет, бэйби? Чувак, лучше свалить с садником от этого воина, который еще и решил тебя не добивать, и сидеть обороняться. Как ты уже решил обороняться? Ну, можешь посидеть обороняться, он заспаунит какой-нибудь лучника и убьет тебя. Нормальный план. Верхний лагерь тоже латников производит. Ничего, что не латников-то высирает. Ёлки-палки, разведчик. Блядь. Ну, он просто изнасиловал. Ты можешь стрелять сейчас в лагерь, или нет? Да, я тебе сейчас похрен отбываю. Ну, если ты проверишь прямо сейчас эту, ты будешь молодцом. Если не проверишь, ты же запоню. Я не дотягиваюсь. Да плохо. Я могу в лес стать рядом с ним. Ну, встань. Но проблема в том, что я, скорее всего, умру тогда, Юмитон. Ну, ты, ну, хоть договорись. Ладно, я знаю, что мы сделаем. Газдела вот так. Если он выстрелит в меня, то ты просто его сам убьешь. Если он выстрелит в тебя, тогда мы его вдвоем убьем. Ты до него не добежишь? А, ты типа... Я добегу, там, между нами нормальный клеток. А что там за озеро цин... Хуй. Озеро пошел нахуй, короче. Я, конечно, извиняюсь за мат. Но озеро так сказала. А-а-а-а. Он выстрелил в меня. Ты даже выжил почти. Да. Это означает, что ты просто сейчас его убьешь. Но я не буду. Давай, что ты мне можешь предложить за то, что я его добью? А мне похер. Еще раз, он не будет выходить из лагеря. Я его не добью. Еще раз. Ты его на следующих вот убьешь. Он тебя не убьет, не сын. Чувак, ты типа умный. Ну, скажем так, я... Ну, я скажу. Я скажу, ты бидла. Ладно, ты бидла. Я бы даже сказал немножко погрубее, но не скажу. Окей? Нет, бог. Окей. Давай, веди быстрее город сюда. А, ты его строишь, получается, через два хода, да? Блин, ты реально сейчас построишь висячки? Вот это я удивлюсь, конечно. Подожди, у меня опять эти сложности показать правительство, спринять политический курс, всякая залупа. Вот и открыл этот. Политфилософию. Плюс один произвести во всех городах нормально? Производство? Да, у тебя третий год. А при создании строителей производство увеличивается на 30%, это же можно экспоненту сделать. Сделать 110 строителей увеличится 10 раз на 30%? Нет. Оно увеличивается только при создании строителей. Грубо говоря, у тебя строители в 1,3 раза быстрее строятся, и всё. А. Воспринимает надпись так. Ну, что мне брать тогда? Ну, что здесь производство во всех городах, это нормально? Это нормально, да. А плюс два золота от всех торговых путей, я, кажется, собираюсь строить торговые пути прям пожиже. Ну, у тебя один торговый путь сейчас? Ну, будет, во-первых, два. Уже два? Ну, второй строится, или уже сделан. А что это второй? Я, видимо, нашёл деревню. Нет, погоди. Я одного торговца сделала, а ещё одну деревню нашёл. Чего? Я сейчас торговц? У тебя сейчас предел торговцев 2. А я... Ну, вот, значит, у меня два торговца. Вообще нет, у меня отображается предел торговцев 1. Вот да. Это нормально. Я точно делал два торговца. Возможно, ты с кем-то его перепутал. Я одного торговца послал в твой, а одного к индусу. Нет, ещё раз. Это произошло так. У тебя тот торговец, который ходил до меня, вернулся обратно, и ты его же послал индусу. А почему он вернулся обратно? Ну, торговец... А, потому что он образовал торговый путь? Да, да. Ну, то есть... А потом ещё вернулся по нему. Ну, да. Ну, он ходит... А, так, сейчас я могу делать сколько угодно от торговых путей, но активных из них будет максимум один сейчас, да? Да, да, да. А если я сделаю ещё одну торговцу, я смогу сделать два торговых. Не можешь делать торговцы. То есть, короче, мне на хуй не нужно производить вас в Stromorable times от всех торговых путей... А, нет, от проложенных руковых путей можно... от активных торговых путей или от всех торговых путей? Активных, активных. Но всё равно, а у меня же будет много торговых путей. Короче, это нахрен не нужно пока что. Лучше один производство всех городов. В данный момент это даёт тебе плюс два золота. Что лучше, плюс три производства или плюс два золота, решать тебе? Я, Витёк, я не знаю. Наверное, три производства. Ну, производство сейчас лучше, потому что у тебя будет город, который совсем маленький, и у него маленькие статы. Для него один производства это очень много. Потом еще будут города, которые я захвачу после удара ятеркой, и у них будет ноль производства. Это да, такие будут. Такие города скоро будут. Да, Витек, они будут, так сказать, в Китае. Не распиялся. Неприятно. Королевство Китая, это мое, да. Королевство Китая. Да пошел ты. А, нет, то есть красавчик же, Мишенка. Нет, не пошел ты. Ой, я тупой. Нет. Убей лучников. Я мог же пройти. Блин, ко мне пришел этот самый врачок. Мне в чайку не пришел разведчик. Ну. Что-то мне предложат, что я убил. За кого разведчика? Нет, за то, что я раскрою клан. Черт, мне совершенно похер, чувак. Ты видишь, что он меня там не трогает. Я, что могу уйти? Он пойдет к тебе. Он не пойдет ко мне. Я с ним договорю, что пошел. Я с ним заключу мир, и он пойдет к тебе, потому что я ему больше не опасен. Ну, пофантазируй. Что делать с чайхуею? У него над ним есть восклицательный знак? Есть. Ну, стреляет это просто от него. Он, если что, уже трахнул моего торговца. Кто? Разведчик? Ну, вот этот вот разведчик, да. Видишь дорогу, которая ведет к чайхуею? Это делал мой торговец. А я в конце умер. Да. Если что, хилиться конем лучше на территории города. То есть, если ты сейчас чуть-чуть пройдешь и... Я не достану зайчин ход. Рассказываю. Если ты хилишься на чужой территории, ты получаешь плюс 5 хп заход. На нейтральной территории ты получаешь плюс 10 хп заходов. Опять знания какие-то. Если ты хилишься на своей территории, ты получаешь плюс 15 хп заходов. Если ты хилишься в своем городе, как ты думаешь, сколько ты получаешь? 20. Да. Стой, стоп. Кто селён против лайтников? Простоять 10 ходов на пустой клетке, ничей, ты восстановишь 100 хп. И простоишь 5 ходов в городе, ты восстановишь те же самые 10 хп. Ой, 100 хп. Кто селён против лайтников? Да хер знает, ну лучники сильны против лайтников. А тяжёлая колесница? Тяжёлая колесница, скорее всего, нет. Какая лучники? Ты видел, как я с лучниками отсосал против лайтников? Ну, ещё раз. Тебе не надо... Это типа сильды? Иди нахуй, короче. А тяжёлая колесница сильна против лайтников? Нет. Она вообще с чем-то нужна? Чё раз, латники это просто юниты, если что, блядь, тяжёлая колесница, это юнит древнего мира? Да. Хорошо, мечник, мечник, сильнее латника? Нет, мечник, латник. А кто серьёзно против? Ещё раз, против латника сильного количества, чувак, блядь. Трахни его двумя-тремя юнитами. В чём твоя проблема, я не понимаю? У меня нет там юнитов. У меня умер уже лучник, который сражался с латником. Короче, я строю колесницу, видимо. Я не понимаю, чё ты, блядь, хочешь от меня, чувак? Я хочу трахнуть всё равно латника. Какого латника, блядь? Ты с призраками дерёшься? Бой с тенью у тебя, что ли? Макс, что ты хочешь? Ой, блядь, латник. Хорошо, куда ставить Stonehenge? Блядь, никуда. Ты не можешь в столице его построить. Я в чей хуе могу его построить. В чей хуе ты, блядь, не достроил ещё одно чудо света. Можно ты, блядь, его достроишь, пожалуйста? Я... Можно? А можно я решу? А можно? Нельзя. Стоунхендж строится только рядом с камнем. Ты тупой. Я куплю клетку. Я куплю клетку. Блядь, дострой грёбаные висячки. Я не могу, потому что там оккупировано. Ну, блядь, построй пока что-нибудь другое. Не надо начинать новое чудо, блядь, строить. Чувак, ну ты опять не хочешь меня играть. Нет, я не учу тебя жизни. Ну, Серёга. Серёга, ты тупой, я не просил это сделать, собственно. А мечника стоит нанять? А, нет, тупо. А, нет, не тупо. Короче, я не знаю, может мечника как-то забабахать в чей хуе. Можешь, да. Твою мать. Так, а как? У меня есть сейчас город, который очень сильно посос произвёл. Построил новый город, да? Да. О, он падает по лояльности. Хорошо, теперь выкупи вот ту клетку, которую я тебе написал. Сколько для этого нужно золота? Я не могу узнать. Я должен сначала купить эту клетку, потом только узнать, сколько стоит вторая. Ну, блядь, сделай так. Тебе хватает? Всё, зашибись. Можешь прям первым районом туда бахать Тань свой. Тань. Твою мать. Это сразу просто вывалил яйца на стол, считай. То есть сидит, просто индус никого не трогает, и ты взял и вывалил яйца на стол. Я считаю, что если бы я был бы индусом, то это было бы неуважение к суду. Да, это именно оно и есть. Блядь, что-то меня насилует, пиздец. А что он не трогает корейца? Почему он, блядь, именно меня насилует? Предпочитает, скажем так. Он предпочитает, видимо, мальчиков. Обидно вообще, да? Обиду. А вот посоветуй мне, что мне делать с верхним лучником. Моим. Который слева там живет. Ну, ты можешь расстрелять воина. Ну, там он потом сразу меня ударит. Это будет ничего. Лучник сильнее, чем воин. Да? Что? Чувак, ты за два хода убиваешь этого воина. Он один удар тебе наносит. Ну, ты потеряешь там тебе половину хп, ну, неважно, ты его убьешь. Ладно, советуй, что делать нам теперь с нижним лучником. Беги нахер. Что, мечников не очень-то легко выиграть, да? Ну, мечник тебя трахнет. Ну, ты можешь, знаешь, что сделать? Патал, ну, что ты так хрена слышишь? Ты, может, похилишься там чуть-чуть? Блядь, завали нахуй рот. Отступи на клетку слева, лучником. На лес слева. С этого леса ты сможешь... Ты можешь атаковать, да? Не надо говорить около микрофона, пожалуйста. Ты не орешь в уши. И подписчикам, между прочим, тоже самое. То есть ты можешь атаковать... А также он не сможет атаковать тебя. Понял ловушку Джокера? А в столице мне строить, Тань? Не надо. А написано, что это уникальный район Вьетнама. Это очень хорошо. А у тебя будет написано это всегда. Держу в курсе. Так можешь построить тогда. Ну, если тебе ничего нельзя получше построить, то можешь, конечно, построить... Я могу Акведук построить справа от столицы. А, Акведук можно строить не на этом, не в лесу? Акведук. Забавно, но Акведук тебе не нужен. Ты можешь центр коммерции строить или нет? Я его не знаю еще. Ну, вот если ты узнаешь центр коммерции, ты можешь построить... Да, строй рощу пока. Рощу вообще отличная. А что за роща? Я вообще нажал, она сама стала строиться без выбора клетки. Что-то за хрень была. Потому что это здание. Ну, ты посмотри на панельки, понятно, как отличаются районы от зданий. Здания, они как бы вложены в район. А это в какой район вложены? В заповедник. У меня заповедники? А, ни хрена себе я... Я спрошу там. Зачем? Хороший вопрос. Ладно, пошел нахрен. Я ухожу. Да, уже бегу, Макс. Уже бегу. Если что... не у меня не у тебя нет железа это очень плохо а нет у тебя есть железо пах ты хороший человек у тебя есть железо паха 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 Продолжение следует... 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 короче блять ответь как хочешь не похер это ты такой барон папа жирный да это я там там потом по прими предложение сука я ради кого коняшку торговлю и чё ты можешь просто принять положить предложение цитала и принял нет его не принял посмотри предложение я принял и себе в нас отправил прими грёбанное предложение чувак вот это да прям а предыдущий не примут пососи мою жопу о твою мать чувак ну ты быду я не быду я попросил тебя просто пососать мужу я даже удостоверился в итоге нормально на тебе что изучил политфилософию нужно изучить политфилософию чувак от молодец ты интеллектуал я тебя хвалю в какой-то веке великолепная игра в твоем исполнении строителя не понял где мы строители там не все умерли что ли у меня стоит у меня к теме строители у меня ты тупой хули не у тебя делают то есть пирс да где чувак это просто атаск темы и строителя у меня кучи клеток полезных и не одну не могу обустроить все обосы на разруха не счета зато мечника построил в этом это блин блин а куда мечником идти как ты думаешь наверно направо к кладнику но может туда пойти он убрёт ну мечник слабее лайки когда то есть умрёт ну если его грамотно использовать он не умрёт а если как михаил иванов тогда ему пизда это грустно слышать в общем это все неужели ты завершил ход это ты как быдло просто не уважаешь а кони вообще тратится кроме как в торговле что? кони вообще тратится кроме как в торговле ну если ты хочешь построить сам коня то тебе будет нужны для этого кони то есть ты не сможешь построить коня без коней глубоко но по факту я тупой что происходит где? а где мои сады? мне сады кто-то перестроил? да нет ну чувак ты сам просто так разрушил секретку леса я не рекомендовал тебе строить сады это был плохой ход кто их построил то? он себя оправдал ты что ли построил? я щас проверю блин кто построил я построил да извиняться не буду а как найти на карте? а вот кто построил сады? кто построил сады? я не знаю я построил сады а где они? это вражается что я должен был сады построить то? макс ты пососал весь мир театр а люди в нем штраф за это железо у тебя пока нет нужного количества железа нет это макс у тебя чувак это отас возможно господи как же я подогнал этот то что сшитель Или твёрдым калом. Быстрым. Хватит мне звонить, пошёл нахрен. А развлекательный комплекс стоит поставить на клетки, на которые две еды, два производства, двое денег? У тебя есть проблемы с довольством? Довольство ноль. Возвлекательный комплекс надо ставить так, чтобы он находился в шести клетках. Нет, я хочу тетралку, конечно. Тетралку пора делать. Тетралка на плюс ноль. Опять какое-то чудо света начал строить. Чувак, ты просто, блядь, больной. Что? Ничего. Я хорошее чудо света строю. Я, правда, не прочитал описание. Это чудо света не делает абсолютно ни хера в твоём городе. Она, если что, на клетках речных пойм что-то делает. Знаешь, сколько у тебя в городе клеток речных пойм? Пока. Ноль. Ну нет, почему? Одна. Правильно в том, что ты на ней уже строишь это чудо. В общем, просто перестань его строить, чувак. Просто, блядь, перестань и всё. Чувак, это чё-то не хуя тебе... Ты больше всего я проиграл. Это чё-то нихуя тебе не делает. Просто нихуя. Она просто 20 ходов, ничего не делает. 11. Понимаете? Ну хорошо, 11 ходов. Вместо этого, ты можешь даже своего босса прашника построить. Нет, прашника я не буду. Я не могу уже построить прашника, так что ты допиздел. Короче, лангбокер. Строить чудо. А театралку где строить? Почему везде плюс... Нет, плюс один это есть. По идее, театралки на плюс ноль? Смотри, тебе нужно... Ты изучил центр коммерции? Да. Построй в Тхан-Лонге центр коммерции слева от правительственной площади. Он там будет на плюс три. Откуда ты знаешь? Я подглядываю тебе на стрим. А где у меня центр? Где? Слева от правительственной площади. А где у меня правительственная площадь? В Тхан-Лонге. А в Дизу что ли? Да. Я не в курсе. А почему внизу они, допустим, оттыханы в Волгом? Мы уже обсуждали. Потому что надо районы строить, так я как раз хочу район построить. Мы обсуждали, что мы хотим там построить много районов, которые будут друг друга жестко плахать. Блядь, послой слева, сука, провести к двору. Да помню, почему сверху плохо. А, я люблю, потому что внизу надо провести с накурой. Все, плохо. Ты просто ебанутый. Погоди, так... Ладно, идти нахрен. Это мой хитрый план. Чок, я очень раздосадован, что чудо света обосралось немного. Я понимаю, но это не повод строить всякую хуйню. Там есть хорошие чудеса света. Висячи сады были охутины. Висячи сады были? Кто меня погнал? Кто меня погнал-то? Ну, хорошо, признаюсь. Это сделал не я. А почему я не могу на карте найти, кто ты сделал? Какая паскуда. Потому что, видимо, не видишь территорию этого человека. Скорее всего, это либо скиф, либо японец, либо кореец. Какой-то поэдро. не индус, потому что индусы ты видишь. Говнич, посмотри на моих верхних лучников. Ну, беги. Куда? Право? Ну, куда-нибудь. Вы двигаетесь одинаково, если что. У вас одинаковая скорость. Если ты не долбоёб, ты убежишь от них. А если долбоёб? Не убежишь. Вот и узнаем. Да почему у меня... Ой, у меня еда упала на пол. Но вопрос остаётся. Почему у меня отобрали, блин, моё чудо-свет? Ну, может, неплохое чудо-свет. Ну, вот действительно неплохое. А что, бывает плохое? Ну, то, которое ты строишь, например, плохое. Ну, я его не строю. Я просто кметку на него купил, а так я его не строю. Угу. Угу. Интеллектуал. Отец русской демократии, да. Да, блядский пиздец, просто. Стука. Просто невозможно. Ёбаный в рот. Он ходит на теми юнитами. Юнитами. Ох, срать. А когда надо строить улучшение? Всегда? В смысле, улучшение всегда это круто. Ну, не совсем. Например, заповедник, он бафает только клетки, которые без улучшения. То есть, рядом с заповедником, наоборот, не должно быть улучшения. То есть, например, если ты сейчас с чая снимешь улучшение около заповедника, он станет лучше. Но он тебе перестанет давать довольство в то же время. Так что тут ты сам выбирай, что лучше. Какого нахрен чая? В каком городе? Рядом с заповедником. У тебя только один заповедник сейчас есть. Я не знаю, где он. Ну, поищи. Я ничего не могу тебе помочь. Только на зусте эти куски говна срать не обязан. Ну, хорошо. А, нашел. Нет, я этот чай не хочу улучшить. Хочу улучшить чай в городе Чайкио. Еще раз. Если ты снимешь улучшение с чая, который в столице... У меня есть улучшение! Да мне похуй, что у тебя там есть, блядь, чувак. Есть улучшение? Ну, есть. Где? Я не делал улучшение. Что там написано? Плантация. Какое улучшение? Плантация-то есть улучшение на чай. Ты бишь, это вообще... Нет, я между улучшением улучшения я. Промышленное производство. А, промышленное производство. Смотри, а что там написано? Прис-две пищи, плюс-два производства, плюс-одна золота, плюс-пятнадцать процентов. Это не важно. В этом городе. Угу. В городе владельца. Ну, ну, я думаю, что в Ткан-Лонге у тебя науки больше, чем в Чак-Ел. Объясни, а почему не стоит строить, когда угодно, всегда? Еще раз, потому что она строится одна на всю империю. На всю империю? Да. Что она? Промышленное... Промышленное производство чая, то есть у меня будет, оно будет одно на всю империю, Промышленное производство оленей я уже не сделаю, да? Блядь, что ты несешь, ебаный дебил, что ты, сука, хочешь от меня? Я в Чак-Ел стою на клетке чая. Мне предлагают сделать улучшение промышленное производство. Еще раз, у тебя... Как работает промышленное производство? Если у тебя есть две клеточки с ресурсом редким, то ты можешь... В одном городе. Нет, не в одном городе. У тебя две клеточки, блядь, одна в Чак-Ел, другая в Ткан-Лонге. Ты что, мутак подкорбил? Ты долбоев. То есть мне стоит, несмотря на это, за победник, послать его нахер? Еще раз. Не читай, блядь, гребаные условия на промышленный производство. Плюс 15% науки в городе владеется. Теперь наведи, пожалуйста, мышкой на свою науку слева сверху в углу. Ебанутый пидорас. Наведи, сука. На Ткан-Лонга в пять раз больше науки. Ну, можешь построить в Чак-Ел. Я могу тебе объяснить, почему в Чак-Ел может быть хорошо. Потому что я не испорчу заповедник. Да похуй на твой заповедник. Заповеднику ничего не будет, если ты сделаешь что-то в Хан-Лонге. Еще раз. Заповедник бафает не улучшенные клетки. Плантация в заповеднике сейчас все равно улучшена. Короче, пошел нахуй. Я понял. Все, разобрались. В чем может быть хорошо в Чак-Ел? Вопрос решен. Ничем. В Чак-Ел говно. Эта штука строит в Ткан-Лонге. Тогда я сейчас... Бомбану. Это мне не похуй. Ты объясни. Я не объясню. Иначе я построю... Можешь строить где хочешь. Еще один всякий сад и у тебя отнимут назад. Я тебе сказал, что мне похер. Можешь строить где хочешь. Чувак, почему в Чак-Ел? Мне правда похер, Миш. Честное слово. Объясни. Что тебе объяснить? Почему в Чак-Ел плохо? Ой, почему в Чак-Ел? Почему в Тан-Лонге может быть плохо? Еще раз. Почитай, что делает эта херня. Она улучшает науку в городе, в котором она находится. Я понял, почему в Чак-Ел? Она не только это делает. Она, блядь, не только. Плюс два еды. Она бафает клеточку. Плюс два производства, плюс один золото. Она бафает клеточку. Клеточки в Тан-Лонге у тебя и так хорошие. Тан-Лонгу есть на каких клеточках расти. У Чак-Ел мало... У Чак-Ел только одна реально хорошая клетка. Олень. Ну, может быть, камень. Я бы, кстати, камень отдал городу Тхан-Тхо. Сейчас я тебе расскажу, как это сделать. Возьми город Тхан-Тхо. Взял? Да. Нажми управление горожанами. Смена? Смена. Кант хочет лучше стать. То есть, у Чак-Ел просто такой кусок говна. Это неправда. У Чак-Ел есть аналогичные этой клетки, которые 2-2-2 статы имеют. Они даже, может, получше. Короче, неважно. То есть, если ты хочешь ради статов, то лучше строить Чак-Ел. Если ты хочешь ради этого... Науку хочу. Я хочу науку. Я хочу науку. Я хочу науку. Мне похуй. Кстати, у тебя есть два чая. Это означает, что один чай ты можешь толкнуть какому-то узбеку за большие бабки. Что такое толкнуть один чай? Ну, поторговаться, продать... Один чай в ход, что ли? Это не один чай в ход, еще раз. Да ёб твою мать. Почему, если у меня есть плантация чая, то я добыл один чай? У тебя чай измеряется в количестве плантаций. У тебя, блядь, одна-две плантации чая. Ты можешь подарить одну плантацию узбеку, и он тебе за это отбашляет большие бабки. Да кто такой узбек? Индус? Ну, например, индус. Не важно. Кто угодно из них узбек, просто с кем-то ты торговать не можешь, потому что мы воюем. О, мушкетер. А, стрелки-разведчик, точнее. А, стрелки-разведчик. Мы жестко остаём под статам от компов. Это означает, что тебе скоро лучше будет нападать на индуса. Но вот ты сейчас достроишь тань, просто сажаешь в это место... Боевую колесницу? Нет. Катапульту и обстреливаешь его город нахрен. И он просто умирает. Офит с позором. О, ты почти убежал. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» 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 практически ничего не делает. Ну, разве что он сломает все улучшения на этих клетках, но зато он бафнет клетки. То есть, видишь, зафиксируй, какие сейчас клетки, какие у них статы, видишь? 2-2. Ну вот, а когда они очнутся, они, скорее всего, станут 3-3, типа. Они будут просто постоянно гореть, а потом станут супержирными клетками? Да. Потому что карагодина. Да. Это нечестно. Ну... Это, скорее, тебе повезло, чем не повезло. Я ору, что мечнику тупо похрен просто на меня. Ну, это тебе на самом деле повезло, потому что... конечно, он должен был тебя просто трахнуть в пердочелы. Потому что фуловый мечник сносит фулового лучника нормально. А что значит уничтожать все улучшения? То есть, если ты там строил... Проверительственную площадь, то она просто падет. Я не знаю, о чем ты сейчас страшишься. Ну, про пожар. Ну, он ломает все, что было в этих клеточках. Даже правительственную площадь не уничтожен? Он... Пожар происходит только в лесных клетках. Ладно, я тогда ухожу. Что ты, блядь, от меня хочешь? Чувак, объясни мне, пожалуйста. Не можешь объяснить, что ты от меня хочешь? Или нет? Михаил, вас не слышно. Михаил, вас не слышно. Михаил, вас не слышно. Я на базе. О, мой ход. Нет, я тупой. Чувак. Да. Я разграбил, собственно, дорогу зачем-то. Случайно. Зачем? Хороший ход. Я, вместо того, должен был лучником уничтожить. Это был эффективный ход. Я очень надеюсь, что этот мечник сейчас проснется и трахнет тебя в ответ. Но, видимо, нет. Он присоединится и тоже грабанит тебя в дорогу. И он идти по-кручивается к вопросу. Не、 он критко. Да. Он так часто проснулся. Субтитры сделал DimaTorzok Напомню, от чего бафается Кампус? От гора рядом? Кампус бафается за каждую клетку горы, за два соседних района и за два соседних клетки джунглей. За каждые соседние геотермальные поля и за каждый соседний риф. А если я не знаю, что такое геотермальное поле, то всё равно бафается? Ну, у тебя есть геотермальное поле, оно слева сверху от Тханглонга. Это такая клеточка, две пищи, одно производство, одна наука. Ладно, плохо. Ну, я про Пчакье. У меня в Чакьео получается хорошее научное центро. Ну, в Чакьео я вижу центр на плюс три. Я вижу несколько. Ну, хорошо, я вижу, видимо, два центра на плюс три. Хорошо, что центр коммерции строит мне в Чакьео. А, центр коммерции хочешь? Я думал, ты кампус хочешь построить. Кампус пока рано, потому что у меня никакая из этих клеток ещё не прикуплена. Кстати, забавно, мало того, что ты просрал висячки, ты ещё и просрал эту клетку как клетку под какой-нибудь район. Ты очень просто жидко обосрался с висячками. Вообще-то ты сказал, что это смешно, но это ошибка, это ни хрена не смешно. Нет, это смешно. Нет, это смешно, чувак, ну, правда, очень смешно. Ну, висячки очень обидно, ты понимаешь? Да нет, похрен, это висячка вообще. Я говорю, оба нам сейчас свой торговый путь. Давай построить чеченое яйцо. Чеченое яйцо нормально построить. Правильно, потому что она стоит 50 ходов? Правильно, потому что компы ее тоже строят. Кстати, там твой обоснованный большой бассейн скоро построит. Индуст. Большой бассейн, да. Что-то Камерси может реально построить пока. Ну, на плюс два всего лишь будет. Ну, по сути, ты меняешь клетку, которая дает две пищи, две культу... Ой, две производства, две золота на клетку, которая дает две золота. Ну, это, конечно, инвестиции, но такие себе. Ты продай, подойди, пидарас, продай свой гребаный чай, быстро, сука. Ты продал свой гребаный чай. Кому? Ну, индусу продай, не знаю, продай Скифу. Посмотри, сколько они за него предлагают. Я могу продать ему 30 мирового влияния. Или это лучше оставить себе? Ну, это не так важно, скажем так. Он говорит, мне нечего предложить вам замен. За что? За один чай. Он не готов деньгами платить тебе? Я просто спросил, что вы можете предложить замену. У него 312 голды. Он говорит, мне нечего предложить вам. Ну, попробуй у него побольше голды попросить, он тогда скажет... Я просто спрашиваю о него город. Нет, город он тебе не даст за это. А, он согласен за 100 голдов. Это не очень много. Он вообще очень изговорчивый. Ну, поговори со Скифом. За 100 не согласится, что ли? Поговори со Скифом. Подожди, давай я, за 101 он согласится. За 101 согласится. Чувак, чувак, даже за 200 голды это все равно мало. Давай тогда объявляем ему войну. Поговори, попробуй договориться со Скифом. Так тут Сандок, нет, это, а, Тамирис. Почему так много телок управляют империями? Вот так. Фембаза. Она говорит, что она примет этот дар. Понятно. Ты, бред, деньги попроси, с нее долбоеба. Она просто однократно 106 голды, еще на 30 ходов 6. Вот. Это гораздо лучше, на самом деле. Можешь разовой голдой попросить, а не на 30 ходов. Ну, а сколько она разовой готова тебе дать? Ну, 306 уже не готова, а 206 еще готова. Ну, попроси 256. Сделай быстренький бинпоис. Нет, 256 не хочет. Ну, блядь. 228. 228 готова. 240. Не готова. Ну, короче, между 228 и 240 тебя устраивает? Ну, 238 какой-нибудь попроси. 234 готова. 236 не готова. 234, короче, хочет. Может, это реально то, что она изначально предложила? Ну, формально... Ну, формально ты там чуть больше денег, конечно, получишь. Но, в то же время, это дольше ходов. Ну, короче, принять сделку, да. Мне похуй. Спасибо, друг. А, когда мы подружились, как сказать, что мы не друзья? Мне, короче, мне очень приятно, что эта тёлка мне что-то там предложила, но мы не друзья. Ну, всё. Вот так, назад пути нет. Слово за слово, как говорится. Подожди, давай я их красителя кому-то продам. У тебя они одни, или у тебя их несколько? Одни. Тогда лучше не надо. Сейчас опять скажешь, тут тупой ход. Типа, ну ты хейтер, что ли? Хейтер очень. Ну, можешь продать, ещё раз. Ну, типа, за 230 голды это нормально продать. А мне поставить... У меня строить катапульту, чтобы поставить её в военный город? Да. Всё, строю катапульту. Ладно. У меня есть губернаторский титул, и кое-кто ошибался насчёт того, что мне надо его приберечь. Потому что вот у меня новый губернаторский титул, и всё ещё я могу его куда-то пристроить, могу придержать. Мало разрушается. Ну, поскольку я мало разрушаю этих штук, короче, у меня чё-то не скоро будет вампир, так что давай я Рейну улучшу, наверное. Хорошо, реально, если покупателей улучшать, то чё мне сделать? Рейну? Не, погоди, стоп, у тебя же третий город. Не, Минкала тришты, Рейна дважды, ещё третий город. Подожди, когда появился третий город. Ну, Лян. Там можно посадить Лян. Мангус. Мангус. Ну, Мангуса надо сажать, если ты хочешь вырубать там леса. Мангус, он хорош для вырубания лесов. Мне кажется, что в этом городе можно не вырубать леса. Ну, вообще, это будет война, так что давай Виктора туда поставлю, военный город будет. Ну, Виктор достаточно слабенький. Ну, ещё раз, у него типа обилки... Ладно. Не, ну, лучше... Мне кажется, что из этих всех... Просто, если что, даже Мокша лучше почитай. Вторую обилку Мокши, возложение рук, называется. Это третий. На клетках города все юниты губернатора полностью исцеляют за один ход. То есть, ты просто становишься на этот горьк? Юниты губернатора. Ну, юниты чувака, которому принадлежит этот губернатор. То есть, мои. Твои юниты, короче, да. Все мои юниты полностью исцеляют. На клетках этого города. То есть, ты воюешь, воюешься, бьют, ты отступаешь и за один ход полностью хилишься. Мокшу, может, это взять? Ну, как военный... У меня остальной кусок крови, да. Ну, это правда, но при этом это очень сильная обилка. То есть, она как боевая обилка... Можно его назначить, дойти до этой штуки, а потом больше ничего с ним не делать. Я бы сделал так. Я бы подождал второго... ...губернаторского титула. Ты вообще исследовал, блин, античную политфилософию? Я изучаю средневековый Ямаль, ты чувак. Ты мне ответил, блядь, на вопрос. Ты не следуем. Оказывается, не этим я занимаюсь. Ты не занимаешься не темы, следуй политфилософию. Ты опять сидишь в сраном вождестве, блин. Ну, мне кажется, что похороны. Ну... Ладно, делаю это, то, что ты говоришь, блин. Просто у меня, например, есть четыре возможности поставить курса. У тебя две. Ты можешь заниматься чем хочешь, но ты просто теряешь, типа... Что? Что? Это там... Что-то ты меня теряю, короче. Анальную детственность в своей жопу ты теряешь, понял? Не очень-то. А зачем я раскрабил дорогу? Ты в золотой век вошел. Ах, ты ж паскудный голем. Нет, я вошел в этот самый... Я счастлив... А! Что? А, ну да, случайно. Ты не вошел. Извиняйся. Ты не вошел? Извиняйся, быстро, быстро. Быстро! Бидло. А ты не вошел? Ты извинишься, сука, или мне подождать? Ну, ты поканул, походу. Ладно, мы подождем. Ладно, извиняюсь за золотой век, но какое у него устремление-то выбрать? Вольнодумство? Там... Кисть. Мою пожилую кисть. Надо кисть. Тихо. Я не помню, какие у них улучшения. Там одно, по-моему, за каждый район дает плюс один культуры, да? Это даст тебе плюс четыре... А, нет, одна культура. А, да. Ёбаный дебиль. И там еще вдохновение... Да, не ругайся. Вдохновение дает дополнительно 10% стоимости социальных институтов. Ты получишь таким образом четыре культуры. У тебя сейчас есть четыре района. Будет больше. А верхнее что дает? Бонус за соседство центра коммерции гавани дает не только золото, но и науку. То есть ты получишь три науки, потому что у тебя сейчас центр коммерции дает плюс два золота. Плюс три золота. Угу. За соседство с центром коммерции и за соседство с гаванью. Да. Значит, берем вольнодумство. Ну, там я насчитал четыре культура. Да, ладно, давай берем их есть. Ну, формально у тебя культуры сейчас больше, чем науки, поэтому, возможно, лучше вольнодумство. Ой, ну, 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 короче, верхняя, да. Думаешь? Ну, мне кажется, что да. Как считаешь нужным сам? Мне, как говорится, как раньше, так и сейчас, похер. Только ходи быстрее, сука. Ну, я бы хотел все-таки немножко уважения. Кридорас. Это неуважительно. Это было максимально уважительно, чувак. Их на Твиче очень любят. Я сейчас отправлю посла нахрен. Отправляй. Витёк, что это за кэ? Без палочки. О! То самое, на что мне похрен. Не, почему, ты можешь взять... Так, давай, во-первых, возьмем юниты с указанным типом повышения, плюс 5 боевую мощь и дальнобойность. Лучников бафни. Стоп, что? Так я сам играю за бабу? Да. Костя, как ты так умудрился? У тебя два влияния, а у меня 30. Ты что, додик? Я не знаю. Скорее всего, потому что ты... А, блядь, потому что тебе 30 миллионий отсыпало индус, чтобы ты не сидел рядом с ним. Додик. Конечно, я додик, блядь. Я не живу рядом с индусом. Короче, юниты с указанным типом повышения получают плюс 5 боевой мощи. Дальнобойность берем. Вот. И можем попробовать забанить... Хотя... Какие юниты ты получаешь? Дальнобойность? Да. Ну, верхний, не знаю, можно попробовать на твой чай, конечно, что сделать. Дополнительные ледницы выбранного редкого ресурса также дают удовольство. Но ты его все равно продал, да? Короче, похер на что делать. Давай забаним, не знаю, того, чего у нас нет. У нас с тобой нет ртути. Значит, баним ртуть. Б... Б-ртуть. Чё, к мне золотой век. Блядь, они нефрит забанили. Ну, у нас нет нефрита. Ага, у тебя есть. А я не ближний бой улучшили. А почему? Блядь, ну ты один юнит кинул. Ну, ты пидорас, конечно. Я для более важных придержал. Ну, ты, конечно, заднеприводный. Ты не пущу тебя на свою территорию, иди отсюда. Это неуважительно. А что, блядь, я должен радоваться тому, что ты пришел ко мне. Я не один пришел, чувак. Я пришел не один. Именно поэтому и не очень. Я тебе вообще спойлю. Я поэтому и не очень рад твоему появлению, скажем так. Ты, кстати, у тебя много голды. Ты можешь купить латника в лагере. И уже потихоньку... А, катапульты ты строишь, да? Я тебе не скажу ничего. Ты можешь потихоньку подводить юниты к Калькутте. Ну, если ты реально собираешься... Так незаметненько, да. ...воевать с ним, то... ...тебе не нужны... Скажи так, у тебя юниты сейчас располагаются максимально не там, где должны располагаться для войны с индусом. Ладно, у меня вопрос. А в реальном мире, ведь если собирать войско около границы... ...то же как-то будет замечено? Он тебе тоже отдаст еще 30 влияния за ход... ...для того, чтобы... ...это как-то было... ...ээ... ...ну, короче, блядь, увидишь, что под это и зайдет. Я не могу сейчас объяснить. Ну, это вот типичный Витек, блядь. Ну, ты все равно не поймешь, какая разница. Ну, а... ...ну, быдл-то не я. Ну, понятно, что не ты быдл, если ты не поймешь, что тебе объяснить. Понятно, что здесь как-то без вариантов. Понимаешь, что Витек просто быдлант... ...походи давай, блядь, чувак. Это вообще грубо. ...ля-ля-ля-ля... ...ля-ля-ля-ля... ...ли чего что-то так грубо? Ты, кстати, можешь в Кан-Т-Хо... ...видишь, какой у тебя слон офигенный в Кан-Т-Хо? Тебе нужен строитель, который там занимается какой-то херней. Отведи его в Кан-Т-Хо и улучши слонов, там. Ты даже сможешь, кстати, на слонах построить промышленное производство. Так и там пожар. Уже нет пожара. Ну, на слонах так на слонах, вообще-то, не так уж мне... Иди, блядь, улучши этих слонов, у тебя станут клетки 4, 4... ...3, блядь. Блядь, у него рыцарь есть, стука. Пиздец. У него есть любучий рыцарь. Что ж такое? Это-то очень плохо, что у нас любучий рыцарь. У нас. У нас. Пиздец, блядь. Он еще и стены построил в городе. Кто? Ой, блядь. Корея? Да. Как, Натюш, разберись с этой тяжелой проблемой. Пиздец, он просто пидорас, господи. Ебать, просто, сука, тайминговый гений, нахуй. На Корее. Просто, блядь, тайминговый гений, ты иди ты, нахуй. Может, ты немножко... Ты тоже можешь, ты нахуй, ниш. Кто-то успокоишься, может, немножко. Можешь, ты нахуй, я разрешаю. Я быдло, я, конечно, ну да. Лучше просто идти, нахуй. Блядь, ну это блядь, пиздец, короче, нахер. Античную республику брать? Ну, блядь, почитай сам, подумай, что ты хочешь из этого взять. Нет, плохо. Ну, тогда бери любое из тебя, пухает, блядь, чё. Ты говоришь, что вот у меня не плохо. Ты, блядь, удивил, конечно, меня. Пиздец, молодец. Ну, давай, давай, веди себя как не быдло. Удивил меня, молодец, миш, молодец. А что такое содержание юнитов уменьшается на одну единицу золота за вход на каждый юнит? А что, я содержу юнитов, что ли? За деньги, за золото? Каждый юнит сколько-то стоит. А-а-а. Ну, по сути, за каждого юнита я получаю одну единицу золота в вход, получается? Ну, тратишь. Ну, я теперь получаю, раз я... Ну, да. Ещё раз... Ну, это не совсем так работает, потому что некоторые юниты ничего не стоят. Ну, возможно, у тебя уже нет этих юнитов, которые ничего не стоят. Они уже устарели, да. Теперь надо pay to win. Ну, типа, воин ничего не стоит, например. Как его зовут? Лучник, по-моему, стоит одну монетку уже. Мечник две. Мечник две. Мой совет стоит одно извинение. По поводу какого... Какой совет, блин? Мой. Ну, я мою. Питюха, что твоего торговца полный капец? Да? Да. А то там слева латник идёт его. Навалять. Блядь. Пиздец, чувак. Я не буду к тебе прокладывать торговые пути. Они, блядь, не доживают до победы. Просто трындец. Ладно, так ошибитесь, я помогу с войной. Какой, блядь, войной? А, спасибо, сука. Вообще-то, мои чуваки очень сильно против него помогут. Ты, блядь, привёл его сюда, ничего? Спасибо, что помогаешь. Ну и всё. Дальше. Моё время пришло, как бы теперь твоя очередь. На этом моё целомочие всё. Ну, как бы, да. Чё, я не буду реально отправлять тебе торговые пути, это просто трындец. Ладно, я уже отправил своего латника на охрану твоего. Не доживают. Просто, блядь, не доживают. Мой латник уже идёт спасать тебя. Да понятно, что уже в Гааге. Чендрагуб публично осуждает вашу цивилизацию. Ему, видимо, не очень нравится соседство с тобой. А в какой момент я спрашивал? Я думаю, что... Понял мем про I don't remember asking? Или ты до сих пор не понял этот мем? Нет, я до сих пор не понял. Ну, в принципе, я могу объяснить. Смотри, ещё раз, типа... Ты говоришь, какой-то факт, который тебя вообще не интересует, ни боком тебя не касается. Ты говоришь, это, конечно, очень крутой факт. А я спрашивал. Понял? И типа человеком помбанулся, что ты обесценил полностью его достижения. Мне плохо ещё, ха. Я спрашивал тебя, блядь, о том, чтобы ты мне это сейчас говорил. Сиди, блядь, пизди. Блин, я дурак. Витёк, я дурак. Нет, я дурак. Дурак. Нет, я дурак. Ладно, я первый скажу. Готов слушать? Ну. Я в приложении для стрима не включил микрофон, так что там не будет моего голоса первые несколько часов. Да просто Витёк ржёт над чем-то и всё. Какой тупой стрим получался. Да, стрим, блин, сектуал. Для пугала. Иди поищи ГГ-шки. Да я сейчас не хожу. Сейчас ходят камплы. Ну ты, как ты, блядь, сопровождаешь моего торговца, чуфак? Что это за хуйня? Можно, блядь, пожалуйста? А, ты латником идёшь, всё. Латником норм. Если что, этот торговец тебе тоже кое-что даёт. Например, тебе он, если что, даёт ничего. Ну это тоже неплохо. Ну всё, он норм, да, я считаю. Я считаю, что это вполне терпимый бонус. Витёк, я вижу, к тебе там лапик сейчас вверху спускается. Да как ты с ним собираешься дружить? Я его под пожилым контролем держу. Я чё-то... Извини, конечно, чё-то не верить, что я там пожилый контроль, по-моему, у тебя пожилой абсёр там. Сейчас ты увидишь, что я с ним сделаю. Ядерку скину. А я думаю, не скинешь. Тогда нет, я скину. Чё-то, ну вот не стыдно воровать. Зачё? Ну, мне кажется, что ты... Может быть, немножко врёшь. Что он сделает с торговцем? Просто убьёт его или заберёт себе? Он его просто убьёт. Ну, не ссык, торговец походит на твою клетку, и ты его уже защитишь. И просто мой лапик умрёт. Ну, возможно. Ну, нам разъезжал по твоему ладнюку. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Динь. Блин, попался. Поймал. Блядь, этот пидорас меня прииграл, сука. Вот тварь. Что случилось? Ну, он забрал моего строителя. Видимо, я его никак не верну, да. Сколько действует строителя, как бы понятно. Ну, я обосрался. Здесь великий писатель, а почему у меня никого великого нет? Ну, у тебя торговец, он скоро будет. Там голубые чуваки спускаются. Этот меня убегает, собственно, строитель. Спасибо. 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 Ну, конечно, было бы лучше, ведь это не было бы таким Но... Ты по технологиям, если что, отстаешь от всех примерно на миллион технологий. Какой технологий? В смысле, прогресс по исследованиям? Да. Ну, что я могу сделать? Блядь, исследовать не вертикально дерево исследований, например. Что такое не вертикально? Может, не железо дать еще. Чтобы все глубоко проходить или что-то есть, да? Ты сейчас исследуешь просто все в столбик, судя по всему. Да, исследую тех, где мне выгодно. Ну, тогда молодец, тогда... Из тех, которые ускорены. Нет, это не то же самое, что тебе выгодно. Мне все выгодно. Пожалуйста, дай мне 20 железа. Вот. И я тогда построю рыцаря. Чел, дай мне 20 железа. Чел, дай мне 20 железа. Чел, дай мне 20 железа. Или... Или будет больно. Томирис говорит, как вы подпускаете злобных фарваров настолько близко к своим стенам? Ну, в общем, больше не подпускать их настолько близко к своим стенам. То есть, это я быдло опять. Быдлочок. Я могу повоевать, а твой Донбасс стоит за Канын? Эээ, с Каныном, то есть. Ну, в целом можешь, но я тебе рекомендую, блядь, дать мне железо, ебаный. Да и тебе дал! Всем охренел, что ли. Ну, блядь, буль у тебя, ну что вы. Ще скажу, что у меня... Ой, у меня опять вытянулся. Вытянулись наушники. Ну, че, ты попердел микрофон. Знаешь, есть такая... Так я не слышу, подожди, я... Блюдо национальное, грузинское есть, знаешь, такое. Так вот. Ладно, мне похрен, ну говори свое блюдо, ладно. Котлета? Я щас трахну. Котлета это называется? То же самое, что ты и щас сделал микрофон. Хорош. Что я сделал? Микрофон попердел только что. Как называется блюдо? Попердел. Я таких пошлых блюд не знаю. Ну, возможно, оно только во множественном числе произносится, то есть только попердели. А чем мне делать с рыцарем? Он же меня просто наваляет. Блять, он с тобой не воюет. Я с ним уже заключил мир. А война? Только мир? Нет. Ты можешь идти воевать с своим узбеком. Каким с индусом? У тебя много узбеков рядом с тобой? У меня катапульта ждет приказ, слушай. Пусть штихот. В смысле, а я уже атаковаюсь на Калькутту? В Калькутту? Ну... А я не могу дальнобой на атаку делать, мне написано, что... У тебя войну надо объявить. Я для этого должен... Нет, блять, ты можешь чисто, тихо, мирно, дальнобойно атаковать его Калькутту, да. Ну, все? Повод для войны, она называется? Или что? Объявить внезапную войну? Ну, ты можешь объявить внезапную войну. Блять, не надо. Что, не надо объявлять? Ну, лучше... А ты осудил их? Давай так, у тебя готова армия? Нет, она еще едет. Ну, вот подъедь армией и объяви ему войну. Ты когда-то можешь пограбить его кампус, вот там вот есть, видишь? Вот коня я рекомендую подвинуть поближе к кампусу. Так эти кампусы, а голубое? Да. Там есть специальный курс, красненький, на доход от мародерства плюс 50%. Кто есть курс на мародерство? А, ну, я не могу сейчас выбрать курсы. Ну... Я могу губернатора выбрать. Ты прямо сейчас и войну не объявляешь. Можешь, в принципе, да, посадить своего дурачка, какого-то, Мокшу. Если у тебя есть два свободных титула, можешь посадить Мокшу и сразу улучшить его до хилки. Мокшу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в смысле, улучшение промышленного производства. Ты не можешь, к сожалению, сделать в столице. Потому что оно уже есть? Потому что можно в только одно производство на город. Ну ладно, тогда в Канта. Ну, слоны если что, они дают плюс к производству военных юнитов, а так как ты собираешься воевать с Индусом, то тебе нормально производить военные юниты в ханта и помни то что ты воюешь тебе выгодно воевать с клеток джунглей у него есть джунгли лес есть но там не обязательно джунглей лес короче и болото болото тоже выгодно еще у него юнит очень слабо выглядит хотя у него при этом 84 науки в науке у него столько что он как будто знает все все вообще подряд все не напасть конями на кампус а ладно ждем таранус тоже везти куда таранусе можно поставить чем ты его построил я не построил куда его везти он в других городах придумал пригодится еще раз лучше второй бы катапульту построил куда мы ее поставить катапульта делает то же самое что и таран катапульта может еще и по юнитам стрелять стран не может куда даже лучше чем таран у нас самостоятельный юнит а таран таран не самостоятельно до вспомогательный юнит ну давай его поставлю куда-нибудь ну еще раз таран кран доставить таран что он помогал почитай блять его описание почему блять ну потому что блять ты его сделал сам пидорас человек должен объяснять как он работой ты быдло ты быдло находит с городом атакующий юнит и большего боя афига велись кинонос полный урон городским стенам ну вот давай подвезу таран куда-нибудь бесполезную клеточку скажу раз он если что блять если у него просто наступит какой нибудь юнит но и наступит хорошо нашим нашим наступит прочитан к суду вначале и просто просрал н ходов на ерунду чашка а мне говорили что таран то круто ну молодцы значит но подсчитывать на твою победу вероятно иди короче давай за трупом вообще мне завтра на работу я рад за тебя ой а мы воюемся по ней давай я объявлю что теперь воюем я как раз повышать обманул когда я объявлю больную в каком там государстве а и воюем со своим дурачком лучше у меня японец хочет 20 железа за за не давай ему точно ну а зачем у него у него самого 31 железо так что у него даже переполнится эти 20 я не знаю ну 20 железо дай лучше мне ну что он за это дает ну немного голды ну немного это сколько я уже сбросил но там много 6 еще 30 ходов по 7 или что это такое у нас там достаточно много ну типа это 186 голды тут 216 голды нормально о там госслужба ты там поговорил что какой-то из политических курсов прикольный что-то там про мародерство да 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 красненькое ну доход от мародерства увеличился с 50% это автомобилей на побережье это с воды что ли или что это за хуйня черт того прочитай внимательно доходы от тута и тута а хорошо надо еще красненькое 50% производства при подготовке антикавалерийских юнитов а также юнитов ближненьких а только древнего боя античности говно ну это зависит от того каких ты юнитов строишь да все улучшения на ресурсных лошадей и железо дает дополнительно 1 единичный ресурсный заход ну это баф на тебя 1 железный рудник лучше поставь этот что золото меньше если у тебя 2 клеточки там поставь что юниты меньше золота тратят на каждый юнит за каждый ход содержание юнитов что-то там на 1 золота меньше да нет еще одно чего не в смысле надо еще одну клеточку выбрать давай наверно плюс 2 очка великих торговцев за ход ну нормально торговцев ты фармишь да а кого я еще фармлю только торговцев а правда торговцев я больше чем ты фармлю ну неважно не важно да почему так я что-то не так делаю нет просто я я построил чудо света которое фармит очень хорошо очки великую ну какое же ты быдло ну я бы не назвал это быдлом но вообще да я я бы назвал скорее я киберспортсмен все вот все Продолжение следует... 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 ты быдло, а не я быдл я тебе всегда деньги даю, если ты бросишь не надо, блин, выпендриваться, сука и уговаривать тебя пару гривен ну что ты мне не прислал ну конечно я все прислал я не дам тебе не фиг а слона заберут ты охренел причем три слона, два из них не дают тебе ничего да ты специально так говоришь, чтобы я так думал нет, правда так работает это была бы, конечно, забавная тактика у меня, короче, теперь есть летучий отряд я просто купил летучий отряд твоего вовла и на одного слона меньше ну это, конечно, капец, что я мой летучий отряд произошел за счет того, что они сожрали слона, получается, по сути а с какого лагеря ты его взял? я его проапгрейдил я сделал из конницы что, скоро век закончится, у меня до сих пор темные века мне тоже ну это ж капец кстати, если что, я напомню, что у меня завтра на работу сейчас я вспомнил, спрашивал ли я тебя про это нет, по-моему, я не спрашивал то есть я не спрашивал, есть ли у меня до этого какое-то дело ну не видишься так, о, по-сходски, о, я теперь могу я не расслышал, у меня есть для этого какое-то дело или нет, как ты думаешь? прием, прием, как слышно я, оказывается, купил губернатора, но не назначил его мне кажется, теперь ты можешь его назначить так, как ты думаешь? Продолжение следует... 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 нет да почему так я связал с тараном почему таран не пошел он прошел это баг будешь что-то делать молодец красавчик умница я знаю я уже хотел крикнуть ну ты справился молодец красава я просто пожилое зачем я прирожденный полководец если у меня уже есть один ты блин неприрожденный полководец не будем говорить кто я бидва бидва бурин я даже не могу твоего лучника атаковать я просто бесполезен это да тут ты в кои-то веки абсолютно прав я реально абсолютно прав так я могу бесконечно грабить из научных корпусов что у него два раза вот платник у тебя не очень хорошие клетки стоит потому что оттуда он постреливается и лагерем и калькуттой сейчас придумаем что все и пока ты лакова лучше как ты по стенам ударил здорово я бы так сказал давай так скажем ёбану хорошо а теперь ты смотри как можешь сделать лес катапульта привести ну уйти нахрен летучим отрядом и встать на клетку летучего отряда катапульты и тогда ты сможет город катапульты простреливать а катапульта считай калькутта короче летучий отряд может дать проникнуть на стенам ну таран на него не действует он может атаковать но он не так эффективно это сделает как твой челик ну теперь катапульта не может атаковать отлично он не умеет ходить атаковать ну элемент смотри у тебя еще у латника мало жизни он умеет хилиться если грабить ферму разграбление фермы хилит я только что атаковал он не может ходить чем ну не сейчас но следующий ход то есть типа если попробуешь атаковать им на следующий ход он просто умрет то есть нет я уже разнесу калькутта понятно сейчас у меня вопрос пожилой что мне делать надо еще третий раз короче великий как-то тупая плюс 400 голды плюс 500 голды это еще клеточку выбрать еще клеточку выбрать великий торговец меня там займело блин что непонятно ну выбери блять ну что ты от меня так хочешь выбрать клеточку которая тебе нравится не знаю почему активно ноль торговых путей что за хуйня почему активно ноль торговых путей куда делись только торговый путь это возможно разграбили его от этого уничтожается нет блин стою может остается просто с него бабло чуть-чуть я вижу один торговый путь меня писал 0 из 2 бак чувак я сколько за эту игру выдал денег ладно плохо кричу великое торговство куда может рыбу купить чтобы я мог рыбный промысел иметь как сделать так чтобы эти самые строители смогли на воду сойти и что-то там построить на воде жмых что надо как сделать чтобы строители могли сойти на воду мореходство это не скоро же наверно да ты уже по идее должен был суть пить его давным-давно да ну мне не надо приходится я его не вижу даже чёк ты технология древнего мира где на каком уровне я нашел давай просто есть конечно ладно да померяешься чуть-чуть а самая правая то что ты видишь чел хоти блять понятно имею дело с быдлом куда мне идти великим торговцам чтобы эту клетку присоединить город объясни мне да блять ну какая мне разница чувак куда-нибудь идти ну не понимаю ну вот присоединишь шелк не знаю вот в столице возьми какой-нибудь редкий ресурс вот шелк я вижу около столицы видишь шелк около столицы иди туда блять нихуя ты умный нихуя ты умный телепортер блин хрена ну я вообще-то не в первый раз играю отличая нахрена ты мне такие интересные вопросы задаешь куда тебе идти ну вот у меня есть несколько шелку вроде норма я пришел к шелку сходить как они два раза заковали моего бедного чувака ну он скорее всего ударил его воином и выстрел из города я получил великого пророка это еще что-то блин ты построил херню Стоунхендж ха 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 поздравляю теперь у вас великий пророк вот как ну просто уходят на вот на вот уходят уходя Или выстрелись с катапульты по городу, а у него не осталось стен, да? Да, с прочностью крепления ноль. Всё, просто отойди латникам на вот эту дальнюю порцию риса. А дальний, в смысле, блядь, правый сверху. Всё. Красава. Видишь, он хилится. Али, зачем отрядно тупо напасть на Калькуту, наверное? Али, это тупо. Уже нормально бить, только атакую не с клетки, которая простреливается лагерем. Ну, щел, я сделаю всё возможное. Я не знаю, чувак, ты, блядь, когда я смотрел, как ты атакуешь, ты, блядь, атаковал именно с этой клетки. Я, конечно, верю в твои интеллектуальные способности, но это не всегда оправдывает. Чёрт, тебе бы поменьше пиздеть. Нет, я правду говорю, я реально верю в твои интеллектуальные способности. Хорошо, что мне делать с Великим Пророком? Основать религию? Должен ходить со священном месте или в Стоунхен же? Ну, ты можешь основать религию, наступи на Стоунхен, шестную религию. А нахуя? Ладно. Ну, не знаю, но ты, блядь, зачем-то построил свой ебучий Стоунхен? Ну, ты спросил, а ты вообще читал Клеточку? Ну, вроде я читал там что-то. Что я получил Великого Пророка, но получил. Ну, молодец. Включи, не понимаю, что тебе не нравится, ты совсем ухухил. Ооо, я могу построить театральную площадь, как ты думаешь, стоит построить театральную площадь справа от Канта? Это будет плюс два к культуре, а воно не выпло. Справа от Кантхо? Да, плюс два искусства будет. Блядь, чувак. Постой-то в художественном музее будет мне Пикассо там рисовать. Я не понимаю, ты просто мудила, вот просто такая мудила, просто нарядка. Что случилось? Ты мог построить и в Кантхо свою ебучую чеченицу, ну нахуя ты ее сходишь, как в Лонге? Ну просто реально в любом другом месте она бы была отличная. Сука, ну ты просто долгоемщий, чувак. Я не знаю, мне кажется, менять на плюс два культуру клетки, три пищи, два производства, Ой, так я... Блядь. Мне посрать, делай что хочешь. Ну посоветуй, а куда построить, что-то вторая площадь? Постали будет ноль культуры, да я буду быдл. Это будет самое быдло. Ну, построи на эту хорошее. Это буду быдлан. Да хорошо, все, строй на эту. Да не нормально, я не хочу быдланом быть. Я хочу быть культурным человеком. Ты пидорас. Нет! Хрена, он жахнул, откуда у меня такая сила? Что произошло? Ни хуясь. Мне еще варвары подходят, блин. Ты думал, воевать просто? Оказалось, что воевать сложно. Амазин. Так, надо просто сейчас воевать Калькульту, правильно? Калькульту, да. Блин, а мне предлагают повышение. Надо повышение сделать, или все-таки завоевать Калькульту? Катапульту чем? Дай повышение. Все равно мне именно Катапульту не обязательно сейчас. Блин, у нас нет лошадей. Купец, ни у кого нет лошадей. Мы, блин, поссорились с чуваками, у которых есть лошадь. С... два раза. Вон, это лошадь. Так, я поделюсьyном праве. Я не знаю! Я бойся все, они лошадь. Дай хуяюotнию. Так... Я лошадь... Дай хуя czasu cars 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 вот так. А ли я не гиль,amentгрена... Хуято над – не profnewсями дела. Зачем ты грабишь? У него написано, что должно быть количество действий Действия 2, но 2 действия назад тоже было действия 2 Нет, это... У меня баг, и он бесконечный Это, блядь, конечно, не повезло тебе Короче, иди... Нет, давай выберем какую-то следующую клетку У меня отвоевать Плевать Вот абсолютно максимально Чувак, так себя ведет только самое Быдлонутое быдло Да мне все равно, чувак Ты, блин, тратишь на ход по 50 миллионов секунд, блин Челпис, ну... Блядь, ладно Мне нужно оставить религию, как ты думаешь, что там за верования? Ну какие там остались? Трудовая дисциплина Или себе говорили сейчас о содержании Бонус к вере со священным местом дает производство Международный торговый пути дает производство Международный торговый пути дает производство Олотогородным с священными местами Опять то же самое Сеть Чудо Света дает плюс 4 веры К 100 У меня есть 100 н Ну я тебе целых плюс 4 веры Ну это не очень мне нравится Я ещё построил другое чудо-свет, я знаю, как называется, так что плюс восемь. Вообще, у меня же ещё есть автоматическое чудо-свет, разве нет? Чел. Это чудо-природы, вы путай. Блядь. Это то, что ты строишь, чудо-природы, то, что есть у природы. Короче, да, плюс один довольство в городах с двумя специализированными районами, у меня их пока полно, у меня все города. А, нет. Ну, это пока звучит самое нормальное. Позволяет покупать здания в кампусах в театральных районах за веру, это тоже секс. Ну, у тебя много веры за ход? Нет. У меня нет веры. Ну... Где вера? Где вера-то? В смысле, ты не знаешь, где посмотреть веру? Да. Справа от культуры. А, 320? Ещё 9,2 за ход. Вообще, намного веры. 9,2 за ход, да? Да. Ну, здание в кампусах стоит примерно по 250 веры. Ну, мне кажется, что тебе недостаточно сильно копится всё-таки. Ну, короче, пока что мне больше всего нравится штука с довольством. Что там ещё есть? Реликвию отравит получаемый веру и туризм. Это херня. Значит, всё, довольство. Ну, нет, ты, конечно, можешь взять себе здание в кампусах и там за веру, но тогда тебе придётся строить священные места. Нет, пизду. Тогда возьми просто вот это. Я лучше буду строить чудо света. У тебя, если что, пока есть только один город с двумя районами. Значит, надо больше? И в итоге я построю священные... Специализированные районы, а именно священные места. Мне надо ещё выбрать веру в не ваши религии, и вот уже дохуя. Позволяет строить ступы, позволяет строить синагоги. Эта херня, это даже пропускается. Плюс две веры за каждый ход. Позволяет строить эта херня. Ладно, давай дальше смотреть. Позволяет строить гудвары. Нет, ещё раз. Всё вот это, что позволяет строить... А, да, понял. Позволяет строить мечеть. Позволяет строить храмы огня. Давай так, плюс единица культуры за каждые четыре последовательства этой религии. Это есть шанс. Ну, я тебе расскажу, как работает религия. Смотри, у тебя сейчас есть вера. Это как бы отдельный религиозный ресурс. Если ты строишь священные места, то в священных местах ты можешь нанимать миссионеров, которые распространяют твою религию. То есть ты берёшь и просто подходишь к другому городу, и там распространяешь религию. Вот пока что, когда ты сделаешь эту религию, у тебя будет религия только в одном городе. В городе Кант-Хо. Ты собираешься её распространять в другие города? Да. Тогда тебе нужно строить священные места. Блядь. Остался ли там штука на 30% дешевле, что-то там миссионеры и апостолы стоят на 30% дешевле? Да. Вот бери её тогда. Всё, основать это религию. Да. Ты дурак, чувак. Блядь, ты не назвал её. Ёбаный. Конфуцианство. Понятно. Я напомню, что мы это стрелим, и любые шутки сферы закончатся моим тюремным сроком. Как любые шутки с фашизмом закончатся твоим тюремным сроком. Ладно, давай ветеранов реально не оскорблять. И ты спрашиваешь, зачем я грабанул? Только за тем, чтобы пожилой отряд отдохнул. Хорошо, я понял. Ты лучше... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да сколько можно штурмовать эту самую Калькутту? А у нас есть предфеты на буйной атаке? У кого? У Канта. А, все, последний раз я могу сделать улучшение. В смысле, присвоить в клетку. Ну ладно. А если что, сейчас кондхо изнасилует огненный муравей. В этом огненный муравей пришел, видишь? Нет, не вижу. Какой муравей? А, огненный. Ну и где насилие? Я еще так могу, если что, сделать. Так что, челы, хватит мне тут пиздеть. Изнасилует он меня. Я сам кого хочешь изнасилую. Ты быдло. Я пожилой воин Света. Ты быдло. Светлана, то есть, по сути. Ты пожилая быдло. Хотя зачем? А зачем я хотел именно из военного центра? А, за тем, что в военном центре он неуязвим? Логим это нахрен не нужно. Чувак, я завоевал город. Молодец. Разъеб! Он, правда, падает. Тебе придется туда губернатора. Переселит туда губернатора, который хилит. Из кондхо. Блядь. Видишь, он у тебя падает, все падает. Вот так чуть-чуть лучше. Ну вот. Может просто разрушить город надо было? Нет, значит. Ой, я могу строить где-то там скидбойных слонов. Это первый юнит Средневековья, что ли, мой? Я не знаю. Это просто твой уникальный юнит для твоей... Сверхдержавы. Нет, я в картах у Ахаченко есть от... Достроить театральную площадь. Мне нужны священки, в данном случае. Ты можешь продолжить, если даже ты не хочешь умывать патну, но грабить ты ее можешь продолжить своим летущим отрядом. Только тебе нужно четко понимать, когда ты хилишься, а когда ты идешь грабить. То есть, когда у тебя мало хп, ты наступаешь на ферму и хилишься, а когда у тебя много хп, ты идешь грабить. Так, мне надо сейчас Калькуду восстанавливать, по сути, ремонтировать ее. Ну да. Пиздец. Блин, мне сейчас строителя надо тратить. Калькуду восстанавливать. Калькуду восстанавливать. Бица или построить. У меня теперь сосадная башня. Ну, это правильно, потому что у него, у патны стены чуть сильнее, чем у Калькудты, и там нужна действительно сосадная башня. как бы скилл не не пропьешь и не продашь правильно-правильно а чё с городом чё за ним моргает кулак и моя ладонь превратилась кулак там песни пелось туда 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 чё это так грубо за ваше здоровье нет другом то тут что-то тут превратилась ты быдло а там кстати против тебя сейчас все войны блять нет 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 ну ёбаный в рот чувак ты просто агрессор сраный голосуй против иначе меня просто сейчас развалят пиздец да ёбаный пиздец молодец у нас теперь мировая война я просто сейчас юниты поумирают все из-за этого я туда четыре голоса сбухал а ты ни одного что ли не бухал меня не предложили блять хохла спросить лошара но я в итоге потерял все свое влияние еще и не нужна какая жалость правда всех людей не говорил что будет настолько плохо но не говорил да да и не говорил мне приходится отличный торговый пути к тебе прокладывать теперь лучший блин торговый пути только можно положить сразу все деньги куда то делись ну теперь тебе надо бронять калькут если что случился кризис ты наверняка не прочитал что он делает но в общем он всех их направляет на калькуту кого их то блять все кто с тобой воюют это плохо ладно давай так поступим скинь а пожалуйста денег не дам тебе денег 221 голду мне надо всего лишь я не дам тебе денег ладно видимо пошел нахер мне сейчас они самому нужны мне реально какие-то пыдло идут а это миссионер стены в калькуте построил нет мне денег на это а надо построить стену но денег то нет это не отговорка да я не могу построить стены это 20 ходов займет ну надо надо строить стены короче деньги не нужны для того чтобы строить стену денег это что не дам ну что нет так 3 это не следует гостю вот наступили на одинаковая культура но ты еще не исследовал госслужбы и блин следует госслужбы слышишь слышишь выжидор и последуй госслужб залезь сейчас прямо вот прям сейчас залезть в окошко с социальным институтом найти госслужбу начни и исследуем Сделал это? Она и так исследуется, через два хода будет готова Я поэтому ничего не сделал Но я извиняться не буду Это неправильно Кстати, я не понял, у меня же... А, я понял Пиздец, у меня Мокши до сих пор не дошел до Калькоты И поэтому мне еще один ход надо ждать, пока это произойдет Если ты случайно не быдла Ой, нет Сука Ну, то ему рыцарь, если что, крышка Я не знаю, зачем он туда пошел Он сейчас вернется в город и похилится А, его же поспели побить А, его разоградец Я не знаю, как он рядом с ним Но я не понял, как он мне гонит О, это news Нет О, это нервы а где хил от мокша ну тебе нужно ход поставить похилиться и они восстановятся до фула обычно они себе хилят из 15 хп на территории города а так они до фула хилятся понятно? нет ну не повезло 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 я не понял сейчас прошел ход и они все не похилились что происходит? слышь чел? ну ты улучшил его на это улучшение ну что я не знаю что ты на меня хочешь на клетках города все юниты губернатора полностью исцеляются за один ход да назначен в калькутта они находятся в калькутте они стояли и хилились они держали оборону ну надо прям стоять и хилиться и держать оборону ну ты знаешь что это как минимум полный пиздец да что ты говоришь такое интересно ну вот еще раз толпил блять вместо плюс пятнадцати ты получаешь плюс все хп это не полный пиздец это очень сильно это полный пиздец ну и пошел это не махит спасибо не махит чувак когда ты начнешь же читать что делает то или иная штука я блин когда не понимал как играть в циву читал чувак я сюда читать пришел я что блять чтец на хуй я вообще быдло я читать не читаю Я знаю. Сука, средняковь закончится через 8 ходов, а я до сих пор быдло. Хоть что-то вечное. Чел, куда ты бежишь лучником своим? Долбоёб, сука, иди сюда, жёлтый пидорас. Куда? Куда сюда? Тебе помощь нужна? А что ты тут делаешь, ёб твою мать? Исследуй территорию. Ты в курсе, что мы воюем скорее? Ну ладно, сейчас нападу. У меня было плохо. Мне, так сказать, немножко плевать, что тут тебе было. Исследуй. 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 Я не знаю. Ты видишь, рыцарем ты постоял похилился, он стал фуловый. мировой влияние я знаю тебе даем торговый путь конечно просто проголосуют против нет они забывают я скажу что мы забаним релетовый забаним релетовый забаним чувак мы же 17000 секунд играем что это за слушаешь меня что делаем подожди прокомментируй 17000 секунд сколько минут то сколько часов голосуем за тебя в нижнем я не знаю кто я а пожилая анаконда нет я пожилая анаконда в нижнем голосуем в б какая интересная игра ты заднеприводная скотина все равно они проголосуют против они нас не перебьют и ныти блин вот и то и то мы все что выиграли а нет нижнем все таки проиграли но верхнем выиграли очень хорошо мы сейчас тебе золото немножко похвалим потому что я к тебе много торговых путей отправляю и прибыли и 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 там самый большой плюс там отличные джунгли с тремя еды и двумя производства все равно отдавать в канта сколько там плюс 3 плюс 2 и плюс 1 вера видимо не самое лучшее место разницы между плюс 1 верой и плюс 0 веры никакой нет можешь поставить вон на лес на лесу который 21 сверху да и пусть а кости как на оборонить катапульта ведь если я буду катапульта и атаковать город она бы просто не больше чем 2 значит то что и город может ее пиздить ну да но он ее не уничтожит быстро ну нет по идее ну черт это никак не контрится ну просто ты типа кучу отвлекающих юнитов там держишь ты типа одновременно с тем как завести катапульту идешь например и начинаешь грабить вот у него запад на есть два офигенных района которые можно очень хорошо пограбить чок я тебя поздравляю тебя война скорей в которой ты не очень-то выигрываешь ты будешь блять в лучника стреляет ну не знаю как еще тебе похвалить чтобы тебе блять понравилось и ты не начал ничего тебе не нравится Ну ты как-то охуел просто и все. Молодец, реально молодец. Очень хорошо сыграли. Well played. Ручника повел под атаку Гори? Да. Ой, вопрос снимается. Ой, вопрос. Нормальный у тебя звучник Терминатор. Даже я не пережил эту встречу. Пойдем лучше грабить тут территорию. Тут можно кампус пограбить, рудник пограбить. Да. Вот. Возьмите. Ой. Ой. Продолжение следует... 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 Я не понимаю, нахуя, у тебя, блядь, отличные клетки есть, сука, кампус, священное место, а ты, блядь, где-то там зачем-то шастаешь, чтобы подставил его под военный лагерь и патнул одновременно, молодец. Чувак, а ты, блядь, не осуждал бы лучше, а лучше бы критикуешь, предлагай. Осуждал я, ну-ка, тихуя. Чёрт, я тебе, блядь, пять раз повторил, сука, иди, блядь, грабь кампус, иди, блядь, грабь кампус. Ты, блядь, зафидил Юди-то вообще не в районе кампуса, если что. Нет, Витёк, ты объяснил, нихуя непонятно. Я ничего тебе не объяснял. Нихуя непонятно. Как будто мне не посрать. Смешно, правда? Забавный момент. Ты воин, блядь, вояка, воюм. Да ты, блядь. Витёк, предлагай тебе перестать говорить полную хуяргу. Ты воюм. Смешно. Ты в тихо-вишь, trifлю. Ты в тихо-вашини. Ты в тихо-вишь. Все в тихо-вь. Ты, блядь. Смешно. В столице ты где построить священку? Я не могу нигде... Вообще плюс два я могу сделать. А что думаешь, внизу построить плюс два, Витёк? Ты, блядь, достроил этого твёрки. И ты хочешь вместо этой клетки на плюс два поставить, да? Ты просто конченый инвалид, чувак. Ты коляска, блин. Ну, сука. Невозможно на это смотреть. Витёк, хоть ругаться. Я тебя хваню, чувак. Ты молодец. Зачем ты пошёл рыцарем грабить священку? А что, почему нет? Ты сам сказал, что гробить священку, а? Грабить. Блядь, ну кампус гораздо выгоднее, чем священки. Я тебе это тоже сказал. Я думал, что их надо чередовать. Нет. Ну то есть бесконечно можно грабить? Нет. Блядь, какое же ты быдло. Блядь, какое же ты быдло. Ну чё, какие-то у тебя BK получаются? Один, блядь, обычный. Чё ж они так быстро текут эти века? Блядь. Блядь. Продолжение следует... 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 Просто получает тяжелое поражение, и все. Ты уверен, что он ничего не прибивает? Нихуя не. Тяжелое поражение получает, потому что у города, блин, 47. Защита. Это не означает, что он... Слово, вроде, издалека может стрелять. Так, ты исследовал госслужбу? Подожди, блядь. Да, исследовал. Что ж ты мне сказал? Давай военный союз заключим. Пожилой союз? Могу тебе книжку, кстати, дать. На. Плешь ее. Будет тебе два конкурента. Прими. Сделал? Ты заебал у меня тырить моих слонов, у меня один слон. Блядь, какой же ты мудар. Я бы лучше добрался. Кому, блядь, мы со всеми воюем, долбьев? Кому ты продать собрал? Так же ты виноват, что ты меня заставил воевать этими додиками. Конечно. Я, естественно, во всем виноват. Я еще войну, видимо, объявил. Прими гребаный союз, сука. И примем. Молодец. Если ты должен панкус. Молодец. Сейчас. Продолжение следует... 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 И очень долго ходишь, когда тайнер будет сделать для тебя специально. Вообще-то ты сейчас не закончил ход. Все, выход из игры. Жестоко, но справедливо. Все, пока. Давай посмотрим. 57 тысяч фреймов было? Нет, 570 тысяч. Половина стрима записана без звука. И хороший стрим. Мы стримили 5 часов. И 15 минут еще где-то. Правда. За это, наверное, 2 часа без звука. Поскольку я не помню, чтобы я выключал звук, то, наверное, на прошлом стриме тоже без звука было. Ну, YouTube видео все равно никто не смотрит, так что нормально. Обидно. Как сказать, качество контента все равно. Конечно, контент этого не портится. Ладно, давай пока. Пока. Поехали. Так. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь.